Девочка-пай Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер, гости! Сегодня продолжается встреча с Николаем Левашовым, с автором множества книг, ученым, писателем, художником. Пожалуйста, Николай Викторович. Спасибо вам. Ну, Надежда Яковлевна немножко преувеличила, не множество книг, а всего несколько книг, так что это коррекция некоторая. Ну, я вновь приветствую всех сегодня пришедших. Вроде не все испугались. Это хорошо. Хорошо. Сегодняшний план нашей с вами встречи будет протекать в следующем году, чтобы вы имели представление. Вот видите, часть вопросов я посмотрел уже. Часть еще новых поступил, еще не успел просмотреть. Значит, я некоторое время постараюсь дать ответы на часть вопросов, которые поступили сейчас. И потом продолжим наши, так сказать, практические эксперименты. Так что, по мере того, как будут поступать вопросы, вы будете передавать, допустим, завтра тоже буду на них отвечать. Поэтому желательно, чтобы вопросы сегодня, к концу встречи поступившие были, потому что тогда я смогу просмотреть их и отсортировать. Потому что часть вопросов касается лечения, индивидуальной и так далее. Естественно, лишнее читать информацию во время выступления не имеет смысла. Поэтому те, кто будет желать вопросов к сейчас, вот я их буду складывать, завтра после этого просмотрю и отберу вопрос, который может быть более интересным всем присущим сегодня в зале, а не только лично тому, кто написал записку. Вот, ну, в принципе, вот такая простая программа, по ходу действий мы будем ее корректировать, если возникнет необходимость. Значит, что? Вопросы. Значит, вопросы поступают совершенно разного плана. Говорится, некоторые вопросы, которые приступали, предлагали, спрашивая вопрос о лечении, как можно лечить их, так сказать, родственников, их самих. Некоторые поступали, предлагали мне лечиться самому, но могу сказать, сказать, что мне лечиться пока не надо. Здоровья мне, кажется, пока еще хватит надолго. Так что проблем у меня с здоровьем нет в таком плане, чтобы заниматься чем-то. Просто вы должны понимать, что когда идет работа, идет огромная нагрузка. Для того, чтобы кого-то эволюционно сдвинуть с одной точки на другой, значит, что это значит должен сделать? Это должен сделать я, провести за этого человека ту работу, которую он не сделал сам. Ну, это несколько миллионов лет эволюции уже провести для человека. А к тому же, когда происходят десятки или несколько десятков людей одновременно, это немножко большая нагрузка, и поэтому когда жарко еще, это не очень приятно. А так это мелочь. Начнем-то с вопросов. Значит, вопрос как раз, некоторые касаются, вот один вопрос, я по памяти помню, но у меня записка есть, что вот, типа, человек спрашивает, значит ли, что вот типа он плохо гипнабельный, значит, тогда развитие человека невозможно. Дело в том, что я как раз объяснял вчера немножко, и сегодня более подробно объясню, что тест, который проводится, это позволяет быстро выявить у человека предположенность трансформации, то есть генетически заложено качество. Гипноз здесь присутствует только частично, чтобы побыстрее настроить человека на опленный режим работы. потому что человек должен, может, не настраиваться, а слова вначале помогают, и сам гипноз создает маленькую толику только того, что происходит при тестировании, которое я провожу. Потому что это тестировано, я проясню, потом спрашивают еще насчет упражнений определенных и так далее, что можно делать сейчас, потому что, так сказать, каждый хочет, так сказать, двигаться вперед. Ну, в принципе, для того, чтобы двигаться, нужно, по крайней мере, понимать, как двигаться. К сожалению, очень часто те системы, которые предлагаются, ну, вчера мне пришлось помогать женщине, которая попала, исчезает духовный поезд, попала под зомбирование. Ведь пришлось тяжело. Когда очистка пошла, пришлось тяжело, тут же начал человек уничтожать. Поэтому, говорится, не спешите кидаться в системы разных учителей, которые начинают говорить, что вот они дают духовное продвижение. Для этого не нужно работать. Человек должен, как я вчера говорил, только во время своего собственного самосовершенствования, не на саму себя, а именно работать с собой, может продвинуться вперед. На голубой таемочке даже вот то, что я делал, вот смотрите, вчера вы наблюдали, некоторым удалось провести довольно-таки быстро трансформацию, а пользоваться этим люди не умеют. Просто не умеют. Почему? Потому что имеются свои наработки, свои представления и так далее, которые человек пытается использовать. Они никуда не годятся. Это совершенно другой подход, совершенно другой метод. И поэтому использовать старые какие-то наработки, которые человек использовал раньше, они не годятся, потому что принцип совершенно другой. Вот самое сложное, по крайней мере, — то, что мне приходилось наблюдать в Америке, допустим, у меня школы, семинары проводить ходили в течение почти 14 лет и наблюдал. Самое сложное, перестроить мозги, в принципе, когда у человека фундамент подходящий, иногда требует несколько минут. А вот научить человека мыслить, анализировать по-другому, иногда 15-20 лет недостаточно. Понимаете? Поэтому, когда вот работаешь с детьми, кто-то слышал, наверное, уже, у меня есть ментальная школа детей, там, правда, селекция идет несколько по-другому, там у них чистые, у них нет шаблонных наработанных, и сразу можно формировать то, что действительно нужно с самого начала грамотно и правильно, и уже не приходится потом ломать и перестраивать. Потому что сложнее всего именно изменить то, что у человека наработано. Во-первых, потому что он сидит у него уже в голове даже на уровне подсознания. Поэтому то, что когда, допустим, кто вышел на сцену, а другие не вышли на сцену, думают, вот, ага, значит, им повезло, они везунчики, а другие не везунчики. Но это не совсем правильно. Дело в том, что любой человек, сидящий здесь, когда я работаю, если он желает, происходит на него воздействие. Просто у кого-то это воздействие приводит к более быстрому результату, у кого-то немножко позже. То есть у кого-то... Все равно сдвижка происходит у каждого. Просто это как бы инновационная система, она реагирует позже и так далее и так далее. Поэтому в любом случае у каждого из вас здесь будет определенная сдвижка. И в ближайшее время после этого, если не повезет подказаться на сцене, потому что сцена, к сожалению, у нас очень маленькая, и даже если при желании всех помесить, она не выдержит, тут же грохнет. Поэтому, так сказать, главное, чтобы было понятие того, что наша с вами задача именно, как я говорю, перестроить мозг, когда у человека есть оплённые генетические фундаменты, и это опять-таки не связано с гипнотабельностью. Гипнотабельность здесь ни при чём. Здесь оплённые процессы. Я просто иногда использую гипноз. Потому что вчера уже видели, некоторые люди выходили, у которых не были зацеплены руки. хорошо, так? А что такое зацепленность рук? Как вы думаете? Это просто для такого, это не просто тест выявляющий, это программа, я закладываю, когда идёт такое воздействие, для того, чтобы человек находился долгое время в потоке. Потому что для того, чтобы провести какую-то работу, если вы запустили какой-то процесс, вы должны удержаться в этом потоке в определённое время. Если вы у него включились, потом выскочили из него, то это сильно, что вы можете запуску ядерной реакции. Вы запустили, а вы управлять уже не можете ничем. Это опасно и для вас, и для того, что вы делаете. Поэтому наиболее из важных характеристик человека, для того, чтобы действительно с ним он мог работать, это возможность устойчивости в потоке. Вот даже, как видите, люди, мужчины, крепкие мужчины, после небольшой нагрузки им было тяжело. Тяжело нагрузить. Потому что, да, находиться в потоке, когда идёт поток, особенно когда человек не привык, это весьма тяжело и нужно привыкнуть, адаптироваться и так далее. Иначе человек не сможет работать. Поэтому, когда многие думают, что, а, перестроили мозги и так далее, ну, во-первых, могу сказать следующее. Счастье, когда перестроили мозги, даже те, кто повезунчики, кому повезло, да, не значит, что после этого они сразу воспользуются. всё будет открываться по мере того, как человек будет готов к этому. То есть, по мере роста человека у него же будут подарочек есть, он растёт со знатьем своим и так далее, и так далее. И вот то, что у него есть, будет открываться с тем уровнем понимания, который он достиг на тот момент. Это очень важно. Почему? Потому что, если, это действительно, что ребёнку дать чемоданчик с красной топочкой и сказать, что никогда не нажимай на эту кнопочку. Ну, понимаете, что будет, да? Потому что это уже из практики. Люди, к сожалению, когда получают, так вот, сознание не соответствует возможностям, это самое страшное оружие, которое может быть. А особенно, если вовремя кто-то подсуетится к такому человеку и начнёт ему, так сказать, петь дифираммы, то вот ты такой крутой и так далее, и так далее. И человек, естественно, кому не хочется быть особенным, да? Они понимают, что любое, любое, так сказать, возможности, первую очередь, ответственность. Первую очередь, серьёзная ответственность человека за то, что он делает, а не возможность сказать, нравится мне, кто-то по башке хлопнул, крадык, и готово, да? А потому что он мне сказал неприятное слово, это не подходит, это не вариант. Сила даётся для того, и возможность даётся, чтобы человек пользовался им осознанно, так сказать, справиться с правильных позиций, а не из того, что свои собственные эгоистические подходы, то вот, кому нравится что, кому не нравится, и так далее, это нельзя допускать. Поэтому, даже те, кто везунчик, попадает на сцену, они только получают кредит в какой-то степени, и этот кредит будет разворачиваться по мере их духовного роста, не просто, вот я проникся в духовность, я теперь духовный человек. Вот пропитался духовность на 10%, на 20%, на 30%, и так далее, до 1000%. Вот, по крышу духовный читал, да? Духовность проявляется не на словах, а на деле, понимаете? Вот как я говорил, типа, кто читал статью к вопросу духовности, я там писал, если тысячи лет христианство воспитывало у людей духовность, и практически все, кто жил в Российской империи, были пропитаны этой духовностью, да? То вопрос, куда же она подевалась, когда началась революция? Когда высокодуховные люди, которые внушались, не убей, не укради, и так далее, делали все в бескомерных количествах. А почему? Да потому что никакой духовности нет, не могло быть. Если человек внушается, что он раб, какая может быть духовность у раба? Хотя какая разница, Божий раб, или кого-то, по крайней мировоззрение, которое было у наших предков до тех пор, пока они называли христианство, несколько сотен тысяч лет, сразу скажу, не было религии никогда у наших предков, было мировоззрение. То есть, то, что пытаются сейчас сделать, не язычник, называемый, называют, я считаю, вред большой, потому что они пытаются создать новую религию на основе того, что они даже не понимают. Потому что в наших предков миропонимания, они понимали мир, конечно, в меру каждой своей возможности и так далее, но в любом случае это было миропонимание, а не слепое, какое-то, даже слово вера переводится как просветление знанием. а то, что мы имеем это не веру, а религию существующие, так сказать, это фанатизм, никакого отношения к вере, то понимание изначально смысла, это не имеет. тогда придем немножко дальше вопросов, чтобы немножко осветить, потому что наша задача не только показать некоторые возможности, но, действительно, самое главное, понимание, потому что самое важное именно не просто, так сказать, человеку дать какие-то возможности, потому что большинство, кто, допустим, получил что-то вчера, если сунуться воевать с этим, так, они будут уничтожены в течение нескольких секунд. Хотите такую отчасти? Кто желает? Поднимите руки. Вы желаете, да? Ну, потому что вы еще не получили, да? А если получили, вы навряд ли бы захотели, потому что кроме того, что иметь инструмент, к примеру, кто, сидящий здесь, знает, как управлять летающей тарелкой? Уверены, да? Ну, вот один человек поднял, но нужно еще уточнить, так или нет. Вот. А другие не умеют. И вот представьте себе если дать вам летающую тарелку. Ну, один человек сказал, что он умеет, так? Значит, все остальные не умеют, да? И получается, значит, вот сейчас вас посоветит летающую тарелку, и куда вы полетите на тарелке? Далеко улетите? Ну, тартарары лучше не надо, потому что тартары это то, что искаженная тартария. То есть, к нам в России вы и так в России, зачем он куда-то лететь? Да, что в тартре человек не полетит. Поэтому, кроме того, что иметь что-то, нужно понимать, как этим правильно пользоваться. А это, как раз, самая сложная особенность того, что учесть, что нам всем в системе образования давала совершенно другие представления о том, что есть и как оно есть. Поэтому, так сказать, здесь не так все, кажется, просто. Вот взял, получил, сел и поехал. То же самое, если говорить, даже простой автомобиль, вроде все видят, что кто-то, кто сидит за рулем, все так просто, да? А когда первый раз человек садится за руль, что-то у него так просто не получается. Хотя все вроде очевидно, что, руль, крути, баранку, жми педали, и все дела, проще некуда. Но тем не менее, когда первый раз человек садится, в большинство случаев обходится, редко обходится без аварии. Это, по крайней мере, точно. Поэтому, а здесь мы имеем дело не просто с машиной, а с принципиально новыми возможностями, качественными возможностями, которые человек никогда раньше не сталкивался. И получается, человек проецирует свой опыт, который есть, что естественно, к сожалению, на то, что он совершенно не знает. И что получается? Получается абсурд. А вот для того, чтобы абсурда не было, необходимо знание, понимание. Сначала уже понимать. Прежде чем сесть за руль, нужно изучить машину, хотя бы изучить, как машина двигается. Куда нужно сжимать, какую педаль, чтобы не нажать вместо газа тормоз или наоборот, нужно знать, где педали тормоза, где педали газа. Если это автоматика, где, так сказать, сцепление, если это ручная управа, машина с обычным трансмиссией. Так вот, здесь самое главное, именно знание, потому что перестроить мозг, чисто механически, 5% населения, случайно выборы, это можно сделать довольно быстро, в течение, очень короткого сагна, добиться того, чтобы человек этим мог управлять, это самая сложная, к сожалению, задача. по крайней мере, мой опыт, это показал почти 15 лет опыта, думаю, достаточно времени, чтобы сделать какие-то выводы, хотя бы, предначальные, по поводу того, что и как. Это такая прелюдия, а теперь следующие вопросы. Тут вопрос, какие образом можно исправить, скомпенсировать допущенные ошибки, например, аборт и так далее, и так далее. Но сам человек, к сожалению, такие ошибки уже, навряд ли, для того, чтобы исправить такую ошибку, человек уже должен достичь определенного уровня. Пока человек такого уровня не имеет, исправить такую ошибку он не может. Что такое компенсировать ошибку аборта? Это, опять-таки, ту сущность, которая была убита, в принципе, в результате аборта, ну, не сущность убита, а новое тело уничтожено, она потеряла качество, потому что для созданных, во время входа, сущность создает потенциал, тратит свой, потом, когда дорабатывается биомасса, форма, тратится тело, тоже тратится потенциал. И, естественно, сущность, когда искусственно прерывается беременность, не может выйти тот уровень, который она была, уход ниже. Естественно, чтобы компенсировать, нужно убрать проблемы, только в том случае, если компенсировать существо, что оно потеряло в результате такого действия. То есть, не только, что оно потеряло в результате, что ее выбросили из биомассы, но и все, что оно могло бы получить в течение жизни, если бы развивалось, и так далее, и так далее. Скажите, многие могут это сделать сейчас? Хотели бы, да, но пока не получается. Поэтому в многих случаях сам человек, пока он не достигнет определенного уровня возможностей, сам это изменить не сможет. А скажите, что делать? Я постараюсь по мере, когда буду работать, блоки и так далее, попробую помочь вам, тем, кто имеет такие проблемы, помочь тоже, чтобы убрать у вас их. Так, следующие вопросы. Угу. Оно здесь спрашивает вопрос по поводу, как говорится, праноедов, так сказать, солнцеедов, то есть людей, которые перестали питаться пищей и, так сказать, питаются, как говорится, энергией чистой. то могу сказать следующее, но это не значит, что они доселе какого-то другого уровня развития, это просто метаболизм, у них работа по-другому. И в большинстве случаев, к сожалению, эти люди вампиры, в подавляющем большинстве случаев. То есть, откуда они берут все остальное? У соседа. Поэтому сказать, что это лучшая ступень эволюции, я бы не сказал. Очень редко кто из них действительно могут напрямую усваивать материю из пространства. Чаще всего это люди вампиры, то есть они откачивают всех остальных. При этом действительно серьезные ситуации бывают, которые доводят до смерти других. Так что здесь не радоваться нужно в большинстве случаев, а думать, как выйти из положения. И следующий вопрос. Здесь по поводу того, что тарелки забирают и так далее. Поймите следующее, что в большинстве случаев, наверное, по миру много сейчас фильмов идет, по НЛО, пока от людей кольца агрессивный гипноз вводят, когда они говорят, что они видят, приходят существа и так далее, и так далее. Забираются чаще всего сущности людей. То есть, когда человек спит, сущность из него выходит, поэтому люди помнят, что они лежат дома в кровати, чаще всего, и появляются существа, которые куда-то забирают. Чаще всего это не инопланетяне, а чаще всего это паразиты, которые живут на других уровнях нашей планеты, которых большинство людей не подозревает, что они есть. Но опять-таки, если человек не знает что-то, значит, что это не существует. Конечно же нет. Дело в том, что нас приучили, действительно, что мы, то, что я вчера говорил, уже начинал, что мы видим, зрение мы видим, то, что мы видим, это и есть все, что есть на самом деле. На самом деле, если даже подумать о том, что оптический диапазон занимает очень маленькую часть электромагнитного диапазона, меньше одного процента, даже тысячи долларов процента, то представьте себе, даже в электромагнитном диапазоне мы воспринимем очень мало что. А нам вбили, что это все. Конечно, нам удобно. Мы видим, допустим, бутылку с водой и понимаем, берем ее в руки и видим, что это и есть бутылка с водой. Попробуем на вкус и определим, что действительно вода, а не что-то другое. Но вот опять-таки опытным путем. Пока мы не сделали опыт с этим, правильно? Мы это не знаем, потому что дети часто в детстве и в огонь сует руку, хотя ему говорят, пока и в розетке пытаются. Кто-то удачно, кто-то не очень. Так что здесь нужно четко понимать, что многие вещи, которые происходят, они не относятся к явлениям связанности инопланетной жизни. Просто очень много людей обманываются. Почему? Потому что паразиты, которые сидят на наших уровнях земных к тому же. Очень часто работают, как сканируют мозг и вытаскивают из человека кого он верит, во что он верит. Верит в Бога, появляются в виде там ангелов небесных или даже самого Бога и начинают вещать от имени Бога. Если человек верит в инопланетян, говорят, что мы инопланетяне, когда уже кампуляж создать несложно, чтобы человек увидел то, что ему хотят показать, что он хочет видеть, ему показывают. Поэтому здесь нужно понимать, что есть реальные случаи, когда действительно тарелки прилетают, они тоже собирают. И забирают, но чаще всего они не делают во сне, ни с вашей квартир, ни с вашей комнаты. Это происходит в других условиях и так далее. И таких случаев немало. И не только инопланетяне захватывают, землян, земляне захватывают инопланетян, и не так уж и мало и опыта проводят, и не только потом вот, в двух словах не скажешь, потом вот в своей автопиографии буду продолжать. Допустим, в Америке, как раз недалеко от Сан-Франциско, в Саус-Алитов, секретный объект, реальный, не Эри 51, который все знают, это для дураков отвод, чтобы вот там есть, вот все туда и думают, все лезут туда, а там почти ничего нет. А реальная база находится под Сан-Франциско в Саус-Алитов, внутри горного массива, там огромный подземный город. И там много чего, и тарелки есть, захваченные, и живые инопланетяны, и мертвые. И там проводятся эксперименты, похищают дети, детей, и потом начинают имплантанты внедрять, и смотрите, что из этого получится. Пытаются получить гибрид, считая, что инопланетяне, они выше по развитию, чем земляне. И вот мы здесь крестим их, получим что-то такое интересное, что он тогда не понимает, что человек при своем правильном, землянин, при своем правильном развитии имеет потенциал в триллионы раз превышающий потенциал любого инопланетянина, если говорить, почти любого. Так что здесь такие дела. Следующий вопрос. Так, в Ведах написано, «Помогайте тем, кто достоин помощи». Возникает логический следующий вопрос. Как определить, кто достоин помощи? Но вы знаете, здесь конечно сложный вопрос, но, потому что, кто достоин помощи? Для этого нужно хорошо изучить того человека, который просит помощи, знать. Но у меня есть определенные тесты, которые я проверяю для проверки на вшивость, так сказать, своим способом проверяя. Когда люди обращаются только ко мне с лечением персональным, я сейчас мало этим занимаюсь, когда этим занимался более широко, у меня были прям тесты на вшивость, так я называю. И вот я смотрю, потому что мне просмотреть, что думает человек, что у него в мыслях, что он планирует, это не проблема. Я правда не лазил без разрешения по моим внутренним предположениям, позициям, то, что у человека в голове, это его личное дело, в принципе, до лампочки, что обо мне думает человек и так далее, за исключением одних. Когда агрессия исходит от человека, когда идет агрессия от человека, тогда я считаю моральное право влезть и посмотреть, что там у него за агрессия существует. И если такая агрессия действительно происходит, то блокирует эту агрессию. И в тех случаях, когда я проверяю человека на вшивость, вот в тех два варианта я считаю моральное право влезть в чей-то мозг и посмотреть. А в остальных случаях я не влазил. Ну вот, так вот, я для себя разработал определенный способ теста на проверку на вшивость. И когда я вижу, что человек достоин, чтобы помочь ему, я ему помогаю. А если человек не достоин, так мне, извините, и 100 миллионов, и 200 миллионов мне предложат, мне не волнует. Я ему скажу, миллиард, 10 миллиардов, он не сможет заплатить и все дела. Потому что я могу сказать, любую, что я хочу, сумму за свою помощь, а кому-то я сделаю все бесплатно. И определяется там, ну, может, у меня закидоны свои есть, правильно? Ну, каждый имеет право на свои закидоны, правильно? То есть, кому я хочу, кому я вижу, что человек действительно достоин помощи, мне не только, так сказать, просмотреть, что он думает, но и просмотреть его внутренний мир в какой-то степени и так далее. И когда я вижу действительно, что человек достоин помощи, или даю ему возможность показать себя, и как человек показывать себя, я же делаю вывод, действительно достоин человек помощи или недостоин. Вот, так что для каждого человека тут нельзя, потому что я не могу сказать, вот мой метод только единственное приемлемо, потому что не каждый может это сделать, и каждый может свой метод, но это необходимо всегда делать, потому что чаще всего кричат о помощи, как ни странно, те, кто не всегда ее заслуживает, скажем так, мягко. Почему? Потому что человек, который действительно нуждается в помощи, ему неловко, неудобно, ему стыдно как-то и так далее, а сколько приходилось наблюдать людей, которые расталкивают всех и вся локтями, чтобы получить именно себе помощь. А почему? А что такое вы сделали, чтобы вы считаете, что вам должны что-то сделать? А потому что я так хочу. Ну, знаете, хотеть не вредно, поэтому, так далее. Так что здесь просто нужно действительно вырабатывать, и не только помощи, а касается всего, уважения, любви и так далее, и так далее, потому что фальшивая позиция, что мы должны любить всех и вся, ну, мы тогда должны пираньи любить тоже, да, залезайте в реку, и пираньи у вас будут кушать, какая хорошая пираньи, мы ее так любим, да? Кто желает таким любопильным быть? Есть такие здесь? Странно. А это, как раз, философия христианства. Значит, видите, оказывается, никто не хочет быть христианином, да, если не говорить о том, что христианство и того, кого называют Христом в реальности, ничего общего не имеет, а имеется в том, что религия понимается. Видите, никто не хочет быть христианином, потому что понимаешь, это абсурд, но когда это говорят в церкви, почти все воспринимают, как это высокое духовное, это недостижимо высокий подход и так далее. Тут нужно будет любить врага своего, как ближнего своего. Почему? Я не должен ненавидеть своего врага, но не должен его и любить, а должен к врагу относиться как к врагу. Если он пришел с оружием, я должен его остановить. Только должно быть не так, типа, если враг пришел, убил там женщин-детей, значит, мы должны пойти убить женщин-детей у врага. Мы ничем не лучше того врага, который делает. Отвечает только тот, кто действует. Вот враг пришел, тот, кто это делал, он должен получить по заслуге, на полную катушку. И когда, вы знаете, я, например, как вы слышали, в 15 лет в штатах, и меня, честно, слово, возмущало. Один был случай, когда там приговорили к смертной казни, в Калифорнии смертной казни, это не на одного человека, который убил, сколько там, 17 или 40 человек. То есть он гомик, убивал на силу, на силу убивал, и убивал на силу, я точно не уяснял для себя. Очень много людей, молодых парней в основном и так далее, мальчишек. И его несколько раз хватали, сажали, давали психиатрическую, пускали, как исправишься, и он продолжал убивать. И потом, после того, как он убил, там, Аплёна Кресина, там, порядка двух десятков, не менее, кажется, человек, его решили, всякие решить жизни. И что же вы думали, там, Золотой мост, Колдегей, так называемый, перекрыли протестующий против, как же так, как же так, у него забирают жизнь. Он человек, а у него силой забирают жизнь, да? Ну, скажите мне, хорошо, его жизнь, а чем его жизнь цена? А что о жизни тех, ну, пускай даже 20 мальчиков и молодых парней, которых он убил, издевался, изнасиловал и так далее? А как же по поводу их жизни, что же с ними делать, а как же по поводу их жизни? Значит, можно убивать, а вот его жизнь важна. А то, что он убил 20 человек, это неважно. Главное, что его нельзя убивать. Так вот, понимаете, у наших предков был простой обычай довольно-таки. Например, если кто-то насиловал, ну, во-первых, таких изгоняли потом, но перед изгнанием их лишали того инструмента, с помощью которого они могли насиловать. И уже никогда генетика такого искаженного человека не передавалась потомкам. Почему? Потому что это передается по генетике, по наследственности. Поэтому наши предки не были дураками, они не убивали, да, но, по крайней мере, лишали возможности продолжить то же самое второй раз сделать. Не важно в отношении кого-то, девочек или мальчиков и так далее. Ах, и скажите, что гумания позволяет, чтобы человек, в принципе, выродок, по-другому не назовешь, убивал 20-30 человек, прежде чем его останавливают? Что гумания? Что? Правильно. Только можно разными методами и так далее. Так что, понимаете, здесь вопросы такие действительно объемные, чтобы понимать, что как. Следующий вопрос. Ну, здесь целый ряд вопросов. Ну, даже не знаю, тут несколько вопросов весьма забавные. К примеру, действительно на глубине 500 километров под Москвой раскинут в подземное море. Ну, насколько я знаю, не на 500 гораздо меньше расстояние до подземного моря. Да, и, насколько я знаю, не на 500 километров меньше. Как вы считаете, в чем поезда русской бани? Вот этот вопрос очень хороший, потому что русская баня, действительно, это замечательное изобретение наших предков. К сожалению, сейчас это уже не в столь широко распространено. По крайней мере, раньше у каждого крестьянина, земледельца была своя баня. Поезда колоссальная, потому что раньше человек чуть промерз. Он шел в ту же самую баню, хорошенько ее рассказал, пропаривался, и никакой заразы к нему не приставало. А почему? Вот что делает современная медицина? Температура повышается. Ну, скажите, температура с 40 градусов. Что делает современная медицина? Кто знает? Все знают, да? Значит, интенсивно ее сбивают. Абсолютная глупость. Это не только глупость, а вредная вещь. Почему? Температура – это иммунная реакция организма. То есть, когда гасится температура, это гасится иммунная система человека. Она начинает работать по мошке. Не лезь куда не надо, не лезь куда не надо. А почему температура работает? Подавляющее большинство микроорганизмов, которые болезнетворные, погибают при температуре выше 39 Цельсия. Если наш организм создает такую температуру, 40 или 41, прочистите все болезни инфекционного плана, погибают. А в этом плане, чем хороша баня? Она помогает делать то же самое, как по-другому. Когда вы идете в баню и параетесь, температура в тело получается за счет того, что вы ее тело прогреваете, и тем самым температура повышается до высокой температуры, и убивать инфекцию. Очень здорово, не нужно никаких лекарств, не нужно ничего, и так далее, и так далее. Или так же, как вот сейчас, когда времена грипп, осенью и весной, когда сырость, лякоть и так далее, грипп широко уходит. Что самое лучшее средство? Простейшее средство – чеснок сырой. Если человек будет есть два зубца в неделю часового чеснока, то в подавляющем случае он не заболеет, потому что ничего лучше, чем по уничтожению инфекции, не существует. Но медицина – это невыгодно. Сколько стоит два зубца чеснока? И в Штатах придумали, создали лекарство, называется «Гарлик». То есть вытяжку из чеснока, упаковочку где-то таблетки, и берут в несколько тысяч раз больше стоимости за эту таблетку. Вопрос. А зачем брать вытяжку, если вы можете взять чеснок? Ну, конечно, неудобство, ну, понятно, запах. Ну, так сказать, это, я думаю, не самое страшное. А если учить, что, если вы пожуете, допустим, лавровый лист чуть-чуть, или петрушку, то запах очень быстро убивается. Так что даже это можно нейтрализовать, если желание есть. Но об этом много слышали? Хотя бы из того же самого, как его по утрам передачи идет. Малахова, да? Ну, это особо вопрос, ну, ладно. Слышали о таком вещи? Ничего не слышали. Почему? А невыгодно. Как же денежки заработать на этом? Формоклотическая мафия на этом не заработает. Вот и все. Ну, ладно, немножко пойдем дальше, а то так... Паразитов? Что? Паразитов? Нет, паразиты Баня, вот я еще этот вопрос не выяснял, не изучал. Было бы, конечно, хорошо. Но паразитов таких животных, да, то есть, да. А других уровней, навряд ли. Действительно ли кошки не коренные жители Земли? Что их привез в Перу 40 тысяч лет назад? Если так, для чего это сделало? Ну, вообще, насчет кошек я, честно слово, не знаю, не изучал. Но то, что мы с вами не коренные жители Земли, это стопроцентно. Кроме коренных жителей Земли, как мы и сами являемся, возможно, привозились еще и другие животные, которым, ну, необходимые. Ну, и также спрашивали в других вопросах насчет того, являются ли, допустим, кошки, собаки, как-то они забирают энергетику и так далее, и так далее. Как раз они, животные в доме, домашние животные, и кошки, собаки, как раз-то очень часто помогают человеку, и как раз-то часто ему на определенной стадии уже болезни, они даже облегчают процессы и так далее, и так далее. Наоборот происходит. Ну, причем еще прийти к вопросам, ведь очень много, и все добавляется, а время у нас, к сожалению, уменьшается, как ни странно, да? Вот. Желающий, тут был вопрос, спрашивали о том, что касается упражнений, которые можно делать для того, чтобы развивать себя. У кого, допустим, каналы еще забиты, энергетика по ним или материи не идут достаточно хорошо и так далее, что можно посоветовать? Конечно, можно посоветовать, это упражнение, но это потребует работы, и работы интенсивные, и, так сказать, и опять-таки, любое движение вперед, развитие, оно требует труда над собой, победы над собой и так далее, и так далее, и не будет происходить к самому по себе. И вот, там, открыл глаза, закрыл глаза, и все в порядке, и уже, так сказать, получил, такого не будет. Какие упражнения можно посоветовать, чтобы действительно каждый мог делать, которые действительно полезны? Я мог привести несколько упражнений, это не мои упражнения, одно из них я взял из раджа-йоги, только другое направленность придал этому упражнению. Смысл упражнения очень простой. Для этого упражнения лучше всего, чтобы человек лег, желательно же перед сном это делать, когда человек уже и так идет, чтобы ко сну отходить. Ложитесь, расслабляетесь и просто представляете, что ваша энергетика создачен в солнечном сплетении, как шарик. Если вы добьетесь, вы почувствуете, как больше или меньше размера шара образуется в солнечном сплетении. И потом, если вы знакомы немножко с меридианами, они не совсем таких рисуют на картинах, потому что никаких прямых линий под углом не существует. Но в меридианном проходе просто нужно представлять, что в меридианах у нас проходят к каждому пальцу руки и, соответственно, к каждому пальцу ноги. И задача заключается в том, что при упражнении заставить создавшийся шарик в солнечном сплетении двигаться. Вот направлю, вот он пошел, идет, он раз, дошел до пальчика одного. Обратно провели его, вернули. И по каждому пальцу прогулялись. Или, если можете, сразу по всем пальчикам руки и ног пройтись туда-сюда. Просто скажу следующее, чаще всего вы не сразу получите даже собрать шарик в солнечном сплетении. Если получите собрать, это не значит, что вы начнете двигать, он не будет рассыпаться. Знаете, начнете двигаться, раз, распадется опять. Значит, опять вернуться, собрать и дальше идти. До тех пор, пока вы не пройдете, вот таким упражнением не протестите свой организм. Чем польза в этом? Польза несколько имеется. Почему? Во-первых, когда вы собираете потенциал, допустим, энергетику в своем солнечном сплетении, вы учитесь констеративной энергией. Раз. Второе, когда вы удерживаете это, вы учитесь управлять этой энергией. Когда вы ведете по каналу, вы тоже в управлении и удержании в его нужном для вас состоянии. Плюс, когда вы проводите по своим каналам, вы их протещаете. Знаете, как ершиком. Очищает себя шлаком, блокировок и так далее, и так далее. Вот одно из упражнений, которое может действительно очень быть эффективно и полезно. Другое упражнение тоже можно делать. Вот руки ставить вот так и попробовать. Ну попробуйте все сейчас. Просто возьмите немножко, встряхните так руки. И вот поставьте между собой. И вот постарайтесь настроиться и почувствуй, что поток должен пойти от одной руки к другой. И при желании вы можете усиливать и создавать спектр потоков, идущие между руками. И добиваться того, что они будут двигаться в любом направлении, как вы можете, и так далее. Это тоже очень полезно. И нам нужно проверить, что это уже не глюки, а реально это двигается. Что это энергия действительно. Глюки, а попробуйте, если у вас не получается, как бы вы не глючили, оно не получится. Дело в том, что это не может быть галлюцинацией. Потому что когда вы чувствуете поток, возникает определенное ощущение. Ну если сейчас даже есть приборы, я приборы не пользуюсь, но есть приборы разработаны, которые позволяют косвенно, по крайней мере, регистрировать этот процесс. И вы можете просто, приобретя такой прибор, если вам будет возможность такое, смотреть себя до того, и хотя бы ориентировочно иметь представление. Ну коротково? Что, что? Ну коротково тоже, но несколько другого плана работы. Вот это не столь, не для этого. Это очень замедленно и так далее. Он может до того и после, а в динамике быстро. Это есть разработки, я не интересовался, поэтому вы можете поискать, найдете. Вот такие упражнения. Другие упражнения можете делать, то же самое. Допустим, находясь в лесу, допустим, вы можете настраиваться и чувствовать, курица, потенциал дерева. Разные породы деревьев вы будете чувствовать по-другому. Если дерево будет к вам доброжелательно, вы одно ощущать будете. Если, не дай бог, вы сломаете ветку, лучше не настраиваться на это дерево, оно может вас вмазать хорошенько. То есть, понимаете, и вот тренируясь тестировать, допустим, вы можете почувствовать мертвую древесину и живую древесину, и почувствовать различие. То есть вы должны развивать свою чувствительность, потому что пальцы рук действительно, и особенно окончание, они имеют очень высокую уровень чувствительности, и, если правильных развивать, позволяют очень много определить. Вплоть до, можно определять, на огромном расстоянии, допустим, одну молекулу токсинов среди миллиона нормальных молекул. Это очень достаточно хорошее, да? И это вполне реально. Только, опять-таки, нужна работа, работа, работа и практика. И самое главное, уходить от шаблонов, к которым человек привык. Потому что, когда человек привычно действует, шаблонно, то у него, к сожалению, ничего не получится, кроме того шаблона, к которому он привык. А это уже совершенно по-другому воспринимать, совершенно по-другому, так сказать, реагировать. То есть нужно изменить свое мышление, свое восприятие, по-другому воспринимать, видеть мир по-другому. А это, к сожалению, как показала практика, самое-самое сложное. поэтому конечно самый лучший вариант заниматься с детьми после рождения сразу давать правильный фундамент и дети уже растут формируется правильно уже них не нужно ничего ломать потому что когда ломаешь все равно уже не то а когда фундамент создается с самого начала правильный то действительно можно получить очень много к сожалению дети индии которых вы слышали рода который по весь после 95 года в массовом количестве связано с тем что были сущность которые ждали воплощение были освобождены от предыдущей кармы наработаны но к чему привело их тут значит пихать разные секты христианские тогда все кто чтобы использовать те возможности которые у них есть неразвив их опять какие-то сугубо примитивных алчных цели то есть пока чтобы показывать чудо и лечение кого-то и далее и тому подобное вот от чудо и тем самым привлекать людей чтоб они шли и раскрывали свои кошельки и несли в церкви сокровища заработать свою кровь и потом вот понимать к чему превращается потому что пока не изменена система мирового понимания его зрения не изменено сожалению мы сталкиваемся с тем что люди оказываются даже измененным сознанием если они незначенно а дети они сформируются частности только начали они окажутся в ловушке потому что их начинают отлавливать всему кому все кому не время не позволяя им действительно развиваться с правильным направлением потому что к сожалению далеко не все в той школе металле которые слышали уже порядка десяти тысяч детей но многих не уж стали не детьми за 15 лет но сирота немного относительно хотя возможности тех людей уже очень серьезные и много скоро это будет проявляться во всем мире но опять таки поймите следующий не произойдет ничего в один день не произойдет что за вас никто ничего не сделает можно помочь человеку но кажется можно привести к лица человеку воду дать и но еще не буду ее пить то он жажду не утолит так и здесь без того чтобы человек сам работал и ты работал тяжело и работал не то знаете сразу вот мы сразу хотим воевать он в космосе тому подобное сразу вперед а готовности нулевой нулегостовность а не хочется делать рутинную нудную не интересную работу которая по 20 часов в день уже на это по 24 часа в день уже делать не хочет сразу раз как-то в анекдоте вот провезите мне 40 немцев я здесь расстреляю а у меня эти герои советского союза как он в анекдоте а зачем меня вести на фронт зачем одежду давать военную форму кормить поедет а вы сюда их привезите и хлюпну здесь а мне герои дадите понимаете такой вариант не пройдет без того чтобы человек сам работал можно дать инструмент но инструмент сам по себе не действует то что эти дела это только инструменты если человек не может им правильного использовать его применять то он может не только не только пользу не польза принесет и навредить и себе и другим а что еще хуже другим у себя еще полбеды а когда вредится другим это самое страшное ну вот так сказать долго разговоры конечно можно продолжать думаю мы будем делать следующее частично работа частично ответы это работа немножко и вы отдыхать будете и информацию будет чтобы не получил записки видите сколько появилось даже за это время вот столько что это не хватит и четыре дня встречи а я думаю вам не только записки ответы интересовать а самое важное вот наша сам задача если удастся добиться что вот у вас возник хотя правильное направление понимания для куда двигаться в первую очередь даже без этого невозможно ничего потому что получив инструмент не и быть слепым это еще хуже чем не иметь ничего и и обиднее главное будет правильно вот а теперь опять продолжим то что мы вчера начали с вами тест опять таки тест только проверять и просто к частичный элемент того что я делаю это выявление людей которые генетически быстро может трансформировать не более того и гипноз здесь играет очень маленькую роль только лишь сонастроенность поэтому опять-таки желающие просьба замкнуть руки вот так пожалуйста если можно музыку если возможно чтобы приятнее вам было музыка такая немножко расслабляющие это жан миши жара французский позитора он действительно мне пример нравился и тогда 90-е годы 80-90 написал им до сих пор на для меня лично резонирует весьма хорошо с тем что моим внутренним состоянием так что надеюсь и вам она тоже не совсем противно будет поэтому кто желает сомните руки и начинаем по вашему телу протекает потоки материи эти потоки разные они имеют каждый свой цвет один красный другой оранжевый желтый зеленый голубой синий фиолетовый они проникают во все клеточки вашего тела наполняют очищает от грязи освобождает вас от блокировок потоки идут все сильнее и сильнее все сильнее и сильнее ваши пальцы наливаются силой и магниты притягиваются друг другу сильнее еще сильнее вы уже не в состоянии разделить свои руки они претесь в одно целое претесь в одно целое руки не раздели они одно целое вы не имеете возможности их разделить ваша воля не управляет вашими руками теперь кто попался как узнать прошу выходить но посмотрим появились и сегодня новые или только все старенькие ловушку пали но вижу и и вчерашних так пожалуйста проходите сегодня быстрее возбуждение опускает руки освобождать то первый раз то ложка еще подобрать чтобы освободить из плена сейчас освободиться сюда тогда чтобы проще прошу у вас не скрепка так что вам может проще будет пуститься хорошо да 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 Чуть-чуть сюда смысясь, чтобы смыть место вот так можно. Оп, так, прошу, вот здесь крепко, теперь отпускайте, да, да, сейчас, ничего, 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 сейчас разойдутся, прошу, не очень сильно, но тем не менее, оп, а может так и оставить, а, а то завтра опять придется делать, зачем, оп, оставить, может быть, оп, прошу, прошу, просто надо эксперименты не проводил, насколько долго, желающие пока не было. Оп, прошу. У вас не очень крепко, но оп, готово, следующий. Сейчас отпустит. Заодно и соли растоплются у вас параллельно. Пройдут. Прошу. О, зацепило. Я просто проверяю, насколько крепко, чтобы быстрее вывозить. следующий. Следующий. О, давайте женщину. Так, вот. Оп. Следующий раз сумку оставьте у соседа своего, иначе перетянут. Так. Чуть встаньте вперед. Ага. Вот так. Все. Ну, мы решили чуть-чуть, чтобы зацепило, да? Она зацепит все равно. Если зацепит. Так. У вас не очень сильно. Оп. Оп. Так. Кто следующий? Выходите. Угу. Просто сюда, чтобы было проще, чтобы людей много. Видите, у нас набралось сегодня. О, а у вас сегодня не сильно хотело. Вот это состояние, в принципе, с одной стороны, человеку тяжело, а с другой стороны, это очень хорошо. Человек очень хорошо вошел в поток, и основатель его держит. Это одно из условий необходимых. Вот сейчас. Больно, да? Еще не все. Поэтому, видите, вчера говорил, пожалуйста, не дергайте, иначе можно порвать мышцы человеку. А сейчас пробуйте. Вот и все. Следующий. У вас не очень сильно. Поэтому, наверное, будет вам лучше сесть. Потом покрасню. Оп. У вас сильно. Сегодня опять. Жарко, но лучше сесть будет. Сейчас я могу. Так. Следующий. Поднимите. Так. Следующий. Опять у вас. Так. Следующий. Опять у вас. Так. Ну. Главное, чтобы не порвать мышцы. Оп. Так. Чтобы проходить. Просто давайте проходить. Ну, что тут много. Места, к сожалению, мало. Оп. Вот. Следующий. Проходите. Перекрасило. Да? Ну, это несимметричный поток пошел. Вот. Видите, когда несимметричный поток пошел, человеку не до веселья. Так. Так. Теперь нажимайте. Оп. О. Ха-ха. Прошел. Так. Следующий. Ну все-таки лучше вам связывать не сильно. Сейчас. Да-да. А это поток идет нестабильно. Сейчас-сейчас-сейчас будет. Оп. И все. Прошу. Вот. можно сесть будет так прошу в следующий проходите когда у нас получать сегодня чтобы место было немножко так следующий кто еще скреплен у нас но тоже можно сесть сейчас будет разбегать все пальцы лого да ну вот следующий кто еще у нас остался в плену проходите следующий проходите ну чё-чё вот пробуйте ничего ничего все будет нормально это неплохо только не совсем приятно пока не освободите сюда сейчас освобождать как до состава сейчас будет хочу все хорошо и теперь нас сразу вот и все пожалуйста последующий у вас слабенько все то лучше сесть пока будет хорошо так вот здесь не слабенько так вот убегайте сейчас остальные так следующий пошел у вас не очень сильно немножко скиплить сустава вот бегайте еще есть пожалуйста все еще есть все ну вот а сейчас значит все кто желает вернуться на места по освобождению могут вернуться те кто желает остаться на сцене прошу остаться поэтому протяните руку вперед правую опять все кто желает остаться так и как шифон вчера цветки бутона свет появляются и наблюдайте пока вас бутона будет раскрываться я ответить несколько вопросов правильно что а ну вы если видите наблюдайте а если нет то вы не сможете наблюдать того чего нет правильно ну вот но это вопрос интересно каждому вы пишете что сущность после смерти подойдет на тот уровень планеты который соответствует развитию человека так 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 но здесь спрашивается насчет того что вот пробу при аборта крадите сущность еще но дело в том что сущность человека даже если она ну выкидыш получился или аборт это не значит что до уровня первого достигла только развитие и прервалась развитие плода то сущность возвращаться на туру нет это означает что сущность возвращается ниже чем был до того потому что он затрачен но конечно выше этого уровня поэтому но от этого сущность прийти не легче а то что он теряет часть своего потенциала на то что кто-то придумал но когда естественно природное таски явление как выкидыш или вынужденное прерывание беременности все то что угроза жизни женщины это просто особый во все остальных случаях это не правомерное действие то есть нужно думать другим не допускать того что произошло то чтобы нужно было прерывать что-то вообще и это вполне возможно только нужно этого хотеть и действовать соответствие поэтому атака человек конечно после своей гибели свое тело физического естественным путем или искусственным путем естественно сущность покидает свое тело и отправляется на тот уровень которого она готова и к сожалению чаще всего человек входит в тело и особенно последние столетия сущности даже не достигают частично того уровня которого они могли бы добиться если бы развивались правильно из-за того что система созданная паразитической системой специально действует так чтобы человек никогда не развивался правильно сделать все чтобы заставить его развиваться по ложному пути и блокировать в принципе все что можно блокировать и в этом случае когда человек действительно вы должны покинуть тело свое физика это происходит в любом случае рано или поздно оказывается раза ниже чем он мог бы казаться принципе наша с вами задача когда мы воплощаемся мы проходим все стадии от развития одноклеточного организма дом много как лет чем сложенный зону организма котелец человек но это часть биологическая часть развития но сейчас еще существует еще другая часть развития которая относится к сущности ведь память сознание человека находится не физического мозга мозги сколько люди не пытались ученым не пытались найти сознание уголовного мозга почему-то не нашли а почему то потому что там его нет то же нейроны мозга они необходимы для мышления но процесс мышления все происходит именно на уровне других уровнях сущности и опять таки это не только чисто это абстрактные и стороны так далее когда вот некоторые говорят вот я проходил одно объяснение явление клинической смерти когда люди находились данные с точки зрения медицины медицины мне конечно потрясло знаете против сочием своей глупостью вот когда накопилось достаточно количество фактов что люди в момент клинической смерти выходят и помнят что они из тела покинули и так далее память начать раскрывать и так далее и таких фактов накопилось очень много на рак это объяснить было крыться некоторые медицинск работникам что не сделано объяснение что когда в мозг приставит приставит поступать кислород с кровообращением по малому кругу от сердца молоко обращать в нейронах мозг возникает кислородное голодание летать и чего мозг создает галлюцинацию чтобы человек был приятно помирать хорошо без не да ну во первых а кто знают если человек не разу до этого не помералась и живет только не раз кто знает что человеку приятно чего не приятно чтобы не погарить по крайне розда это нужно умирать хотя бы один раз умереть правильно чтобы знать что приятно которую мира你说 тебе неприятно который убираешь абсурд полнейшим но это просто дайте про рассказать что-то а сказала ничего это говорит такие глупости и о том что сознание человека память именно поэтому кратчат умирает его сущность покидает тело и тогда он начинает открывается память и о своей жизни просто все что вы принципу наш мозг из наш сущность фиксирует все через мозг все что происходит на жизни там вещаешь вещей но мы каждый день не держим в памяти все это и многие мы вещи сами забываем потому что вы неприятные вещи да кто любит помнить неприятные вещи есть такие особенно их рассказать лелеять на таких есть человек психически нормально такого не делает правильно поэтому всплывает вся информация просто кому интересно и сущий разум 2 том природа памяти или анатомия греха и расписываю все механизмы как действует как где действительно происходит запись реально запись сознание формируется память без физического мозга это невозможно сделать действительно невозможно но это не происходит на физическом мозге именно поэтому когда человек умирает он видит свое тело он понимает что то его тело он продолжает мысли посмотреть продолжать осознавать себя чувствуешь себя к нормальным тоже сейчас для него все то же самый как он не понимает почему его все страны не видят и не слышит этого подобного Потому что сущность не имеет формы физической, так как мы привыкли, а имеет другую форму, которая тоже материальна, но в обычном состоянии человек другую форму не ощущает, потому что нет рецепторов, которые позволят это ощущать. Поэтому мы с вами, если получится сегодня, посмотрим, как сегодня, после вчерашней промывки, сегодня, надеюсь, все будет более активно проявляться возможности. Может, удастся кое-что показать, когда человек в смещенном качественном сознании будет воспринять реально совершенно по-другому, чем привык. То есть вы будете сидящие, будете видеть одно, а другой человек будет видеть другое, и воспринять совершенно другого. И не потому что он находится под гипнозом, влиянием и так далее, и так далее, потому что действительно человек будет резонировать с тем качеством, в котором он будет находиться в тот момент. Ну, посмотрим, что там наши цветочники. У кого распустились? Есть кого распустились? Так. Ну, не у всех еще, да? Ну, тогда еще немножечко поговорим. Кто как раз... А если не видите, тогда, ну, в принципе, что вы, не видите цветка вообще? Ну, тогда просто вам сегодня навряд ли будет, кроме такого обычного чисто механического мышечных реакции, навряд ли что будет сильно проявляться. Постарайтесь, чтобы она будет настроиться и увидеть, хорошо? Сильно прозрачная. Что? А если прозрачная, то выражу, это сильно прозрачная. Ну, ничего страшного. Да. Вы весь мир прозрачный видите уже? Цветок, да? Ну, тогда ничего. А вы постарайтесь настроить, чтобы он был у вас как бы... Да? Вас нету, да? Так, ну, давай, просто. Просто у кого пока цветки не появились или у кого нет, значит, просто или мы можем пока некоторые вещи показать чисто, ну, на уровне мышечных реакций, то есть тела, физического, но уже на других уровнях, к сожалению, пока не получится показать. Но это уже неплохо для начала. Так, ну, пока цветы пускай распускаются еще. Значит, что еще пока, я пару вопросов отвечу, может, все остальные тоже раскрываются. В некоторых ведические православные тексты написано, что цель жизни – разведать путь домой, стать ведуном. Что вы думаете по этому поводу? Если вы хотите развития людей, почему не обучаете нас, так, дело в том, что... А что мы с вами сегодня делаем, в частности? Как вы думаете, для чего я книги писал? Для себя, да? Мне они нужны, чтобы их в этом посматривать, да? И так далее. Конечно, книги написал для того, чтобы действительно человеку дать понимание. Потому что без понимания все остальное бессмысленно. Какие бы возможности природные не были у человека, он останется слепым при самых лучших задатках природных. Методик понимания вверху. Методик, да. Понимание, понимаете, что такое методика? Почему, вот понимаете, вот вы опять по привычке, по шаблону. Должна быть инструкция, да? Что такое методика, инструкция? Пункт первый, пункт второй. Ну, самая лучшая инструкция – это воинский устав, да? Пункт первый. Начальник всегда прав. Пункт второй. Если начальник не прав, смотри, пункт первый. Самая идеальная инструкция, да? Ну, вопрос. Она поможет вам в чем-то? Нет. Понимаете, методики нельзя сформировать методику. Каждый человек, вот могу сказать следующее, даже вот те люди, которые читали в моей книге, прочитав книгу, они, каждый пропускает мимо своего сознания совершенно разные участки. То есть один не заметил две трети книги в одном месте, другой не заметил две трети книги в другом месте, но никогда не было, чтобы все пропустили одно и то же. Потому что каждый человек воспринимает информацию индивидуально. И поэтому любая методика здесь бессмысленна. Поэтому я свои книги расписываю так, чтобы человек, именно если он читает, если внимательно читает и возвращается, постепенно у него возникает проникновение, и он возникает целостное восприятие. Потому что написать инструкцию, нажимать кнопку одну, вторую, третью, четвертую, пятую, человек зазубрит ее, инструкцию, и будет нажимать кнопки, и пользы будет мало. Потому что без того, чтобы понимать, возникли ситуации, когда человек не сможет делиться по этой инструкции, он ничего не сделает. Почему? Потому что всех учат действовать по инструкции, по методикам. Поэтому моя задача как раз была, я в своей книге это придерживался, именно дать необходимый объем информации, изложить ее так, чтобы человек именно шел в правом направлении. Не сам шел, потому что, к сожалению, если человеку дать саму уйти, он будет строить из своих собственных пониманий и может прийти совершенно не туда, куда нужно. А именно позволять, направлять человека в нужное направление. Вот кто читает, и особенно некоторые люди, которые набирают совсем мужество прочитать второй, а иногда третий раз, то многие говорят, я прочитаю второй раз, я какого-то первый раз читаю. Потому что, а где же это было? Один не заявил, даже в случае, самый рекордный случай, целую главу он пропустил, не помню. Это вот, я бы, мне интересно было бы вот это, вот это, а вас там вот книги, ну, как нет. Целая глава, ну, как глава. И там еще иллюстрация. Как, иллюстрация, скажешь, да? А он ее даже не заметил, читал. Понимаете, просто мозг человека воспринимает только к того, к чему он готов на данный момент. И то, что я делаю, позволяет расширить немножко в стороны. Но если чуть расширить в сторону, сейчас, завтра он, прочитав, у него уже имеет чуть расширение, он уже идет чуть дальше, еще дальше, еще дальше, и получает такое расширение, и человек постепенно формирует более ценное понимание. Так, ну вот, пока дальше посмотрим, у кого-то цветки раскрылись полностью. Так, так. У кого пока я, пускай, оставайтесь. Кто-то, у кого открылись. Просто руку можно опустить, потом будем действовать. Сейчас, пока те, кто не проявил, так сказать, сегодня раскрытие, так сказать, цветков, но хорош, так сказать, двигательные реакции тела, кто желает ее попробовать. Ну, прошу. Еще есть желающие? Ну, вот, проходите несколько человек, как раз мужчины, всякие у нас, женщины стараются меньше мучить. Вот. Просто поймите следующее, что хотелось сегодня немножко показать. Вот то, объяснение, наши предки, когда, ну, чуть больше 13 тысячи лет, катастрофа была, и все были отброшены в принципе на воле каменного века, после этого осколки были в знании, сохранены, и тех, кто понимал, осталось очень мало. И то, в основном, были библиотекари. Волхвы-хранители, это только библиотекарь, с помощью на современный язык, они хранили, но в многих случаях даже не понимали, что хранят. И те, кто понимал что-то, они создавали для большинства людей, потому что, для достижения понимания, нужно большое, долгое время, чтобы выработать человека понимание. И поэтому делали просто, давали какие-то ключевые фразы, вот отбирали людей, как, допустим, сегодня мы отобрали людей, которые реагируют хорошо, поток держат хорошо, вот вас бы уже в прошлом, зачислили, волхвы бы, и учили бы. Почему? Потому что человек держит поток, и дальше уже вопрос второй, понимаете ли он или нет. Дается фраза какая-то ключевая, человек входит в определенное состояние, и фраза запускает процессы, потоки проходят человека, которого резонируют так, и осуществляется действие. Какое действие? Понимает тот, кто его создал в этот процесс. А сам человек запускает, чаще всего не понимает. И как вы думаете, почему наши предки, когда пришли его к христианству, проиграли? Потому что к тому моменту в основном все были зациклены на чисто эффектах, вот показать чудо-юдо, да? Вот телепортация, там, прохождение сквозь стены и тому подобное. Что, может быть, хорошо? Но позже того, когда нужно проходить сквозь стены? Когда тебя в тюрьму посадят, да? Ну, а так, зачем ходить сквозь стены, если дверь существует, правильно же? Телепортация, когда нужно, когда удирать приходится, правильно? Быстро, в большинстве случаев. То есть пользы от этого особо нет, за что эффект производил очень большой. Вот. И получалось следующее, что такие вещи для масс людей были зрительные. Раз, бум, и так далее. Но сегодня мы не будем показывать ни телепортации, ни прохождение сквозь стен, потому что это нужно подготавливать людей. Я сам этим не занимался и не считал необходимым, потому что это тупиковый путь развития, который можно добиться, чтобы пройти сквозь стену, но кроме как прохождение сквозь стену и телепортации, вы ничего не сделаете. А, так сказать, можно не проходя сквозь стену, то есть есть специально ловушки. Что человек купится? Купится на показушность? Или человеку важнее что-то более серьезное сделать? Вот человек выбирает, смотрит, на что человек готов. Вшивость туда идет или сюда. Если человек хочет быть красоваться перед кем-то, он выбирает показушность. А если человек хочет добиться понимания и развития настоящего, он выбирает то, что приводит к тому, что действительно важно. Важно, допустим, управление стихиями природы, к примеру, и так далее, и так далее, и так далее. Правильно? А от того, что человек телепортирует себя, при этом взорвется планета или вулканы изменяется, изнутрясение, от этого палом будет польза кому-то. Кроме того, может тому человеку это сделает. Поэтому вот один из моих знакомых, Ир Васильевич Сергеев, он улегся в последнее время старинными видами борьбы русской. И вот он как-то приехал ко мне и сказал, вот, мне показали, как они создания скалы. Ну вот скалы, например, то же самое, что происходило с задвижением конечностей мышц и так далее. Но в чем дело? Вот он ввел в состояние. Я, в принципе, знал, в чем суть процесса, но в реальность мне походило сделать. Я говорю, он вошел в состояние, а я достаточно было коснуться пальцем, и все это состояние исчезло. Почему? Потому что пока он создавал этот процесс, я этот процесс видел, как он создавал, как он сплел потоки, скажем так, и в результате чего, сейчас так немножко было удобно всем так вот, сплетал потоки, и он не понимал, что как так, у него получил состояние, а потом, когда я коснулся, все исчезло. Я просто взял и убрал, расплыл обратно, и все это состояние исчезло. Вот примерно в такой же ситуации оказались наши предки, которые в течение тысячи лет демонстрируют все эти явления, но они не могли предположить, кто-то может просто взять и расплести потоки. И что получалось? Получалась та ситуация, которую мы все слышали и читали, когда волхвы выходили на свистание с черными магами, которые были гораздо ниже эволюционные, чем те волхвы, черные маги побеждали. Почему? Они, во-первых, заводили толпу, скачивали энергетику с толпы, а потом, скачивали энергетику с толпы, делали следующее. Выключали, снимали, расплетали потоки, и волк ничего не мог показать, продемонстрировать. И что происходило? Происходило то, что толпа «А, вот, значит, вот новый бог сильнее наших старых, да? Хотя наших предков богами называли наших, вот с вами с вами предков, то есть наши деды, отцы и дети называли богами наши предки. Не считали, что боги – это есть что-то сверхсущество, считали просто нашими предками, богами называли. Так вот, почему происходило? Потому что именно иногда привычка, которая застаревшая, превращается в слабость. когда все привыкли, легко сказать, не нужно понимать, нужно просто сказать, вот я, типа, произнести пленое заклинание, человек ходил, я заклинать это не помню, я помню, как я расплетал потоки, а естественно испытать, ему как раз смыслить, наверное, примерно такое же попробую произвести, просто просьба мужчин встать, и я попытаюсь сейчас просто сделать так, чтобы ваши тела превратились в камень. Крепкий, посмотрим, как получится или нет. То есть многие вещи делают первый раз. Интересно же новое, что делать? Старое неинтересно уже? Хлабовато еще, каменеет. Еще куча. О, у нас уже неплохо. Еще крепче. Неплохо. Уберите еще. О, хорошо. Слабовато еще, нечем. Ну как? Больно? Больно? Задержать, подойдите к микрофону, а то стук не слышно. Вот сюда, в сторону. Больно вам? Да нет. Больно вам? Да нет. О, да? Да, нормально. Нормально, да? Можно посильнее. Можно посильнее. У меня масса немножко другая, поэтому посильнее не стоит. Ну хотя бы кто-то вас немножко слабо отпускает. Встаньте здесь. Вот немножко я просто сделаю. Нет. Встаньте в поддержку. Только не близко. Только подхватить, готовьте. Больно? Нет. Нет. Даже дыхание не сбито. Видите? А удар куда был? Да. Нормально. Вот этим удар сюда. Что должно быть случиться с человеком? Загнуться. Правильно? Вы знаете, что если удар напрести? Рукой так. Да еще солнечное сплетение. Да еще немножко с энергетикой. А теперь я снимаю. Больно сейчас? Сейчас дойдет. То есть, если бы сейчас ударил с такой силой, у человека сломалось ребро. А перед этим я бил. Просто можно оттренировать, добиться более сильного эффекта. Ну да. Оп. Сейчас. Свободно. Так. Как у вас? У вас не крепко еще. Не рискнул ребра ломать. Снимай пока. О. Больно? Еще один нашелся. Вот он, пожалуйста, почти готовый витязь. Мне больно. Я, честное слово, боюсь переборщить. Давайте ножиком попробуем. Он сам попросил. Он сам пришел. Помните, да? Кто это? Ставьте это сзади, пожалуйста. Готовы? Готовы? Ну как? Хорошо? Еще. Ну, сам попросил. Ну как? Не понял. Не больно. А сейчас? Чувствую. Ну вот. Серьезно, не больно, да? Не больно, но неприятно. Сейчас приятно, да? Неприятно сейчас. Сейчас есть неприятно. Следующий посмотрим. Но у вас еще не стой крепко. Наверное, сниму пока. Так. О, как вы, пробовать? Тоже. Да сильнее давайте. Только чуть микрофон сюда, потому что я же по мифракурам могу встречать. Больно? Да не, нормально. Вы знаете, от такого удара другой бы отлетел несколько метров. Как, больно? Да давайте еще. Можно другого очень постучать хочет? Кто у нас хочет постучать? Постучите вы. Да кулаком стукни уже. Это нормально, нормально. Давай, давай. Только вы, чтобы другие видели, вы же не закрываете. Ну, так немножко, если под углом, чтобы было. Не больно? Ну, нормально. Ну, что? Ну, спросите хозяина. Я же тут... Да давай, давай. Руки не отбил. Он руки отбил, да? Нет, руки не отбил, но твердое очень тело. Тверже, чем груша вообще намного. Не могу уже. О. Ну, сейчас... Не очень приятно. Так. Бить или не надо? Ну, видите, позволяет бесплатно бить еще. Главное, к суду не привлекут. Ну как, больно? Больно? Нет. Точно? Точно. Ощущения другие совсем. А какие ощущения? Ну, ощущения как будто не... По бочке стучат, да? Не, не по почкам, а как бы в общем, как в камень какой-то. Как камень, да? Да, да, да. Тук-тук. Не надо, я сам. Вот. А сейчас? Как по мышцам. А сейчас чувствуется, да? Да, да, да. Ну, видите как? Ну, вот. Вот вам, пожалуйста, пример. Это, конечно, можно вести было в более жесткое состояние. То есть вот, вот даже просто, видите, даже мышечная реакция, вот таких ребят вы отобрали для поток к витязям. Почему? Потому что если научить входить в поток, а ну-ка теперь, вот вы запомните состояние, да, всех, кто вошел в состоянии, выйдите вперед просто-напросто. Вот, несколько человек, да, и вы, да, вот четыре. Вот вы помните состояние, да? Вот как у вас потоки шли, ощущали, да? Вот представьте себе, я сейчас не буду водить вас, а вы сами подумайте, что вот вы хотите восстановить это состояние. Попробуйте, каждый из вас. Вот. Обучались раньше витязи. Вот при таком подходе человек не тратит свой потенциал, он тратит потенциал, идущий извне. И поэтому, когда отбирали так вот, вот если человек в таком состоянии, допустим, стрела не брала, допустим, меч несек, пули отлетали и тому подобное, если правильно тренироваться. Тормозить то же самое, обратно. Вот, кто вошел в положение? Вы уже вошли и вышли, это хорошо. Но водите кто-то, опять, сами вошли, то, что не я вводил, а вы сами, да? Вошел. Вошли, да? Да. Как? Ну. Как? Нормально, как обычно. До этого было. Как обычно. А теперь выйти сами. Вошел. Уже? Ну, уже чувствую боль просто. Конечно. Ну, вот видите, кто еще хочет проверить свое. Так, вошли? Да. Как? Можно еще? Да. Ну, давайте, держите сзади. Крепко, да? Ну, даже почти не двинулся. Крепко, да? А теперь выйдите сами. Как? Все нормально, да? Кто еще хочет попробовать? Все, все хорошо. Так, только вы становитесь сбоку, чтобы... Проходите сюда вперед. Вошли в состояние, да? Вошли, да? Готовы? Может, кто-то дамочкой желает похлопать? Все хорошо. Не желаете похлопать, попробовать грудь мужшины? Породите. Не против? Породите. Только не все сразу. Только хотя бы 2-3 человека, не 10. А то измордуйте человека полностью. И ниже пояса не бить. Там не затвердело. Не-не, кулаком стучите. Вы разрешаете, да? Готовы? Ну как? Свободен. Мягкий на ощупь. Мягкий на ощупь. Пробуйте. Да нормально, нормально. Пока не устали. Да пока нормально. Разошлись. Понравилось. А может, вас попробуем так же? Не желаете? Если введете. Не, без ввода. Ну вот немножко отдохнитесь чуть. Вот. Просто вот уже в некотором плане, видите, даже тех, кто научился резервировать на уровне мышц, уже есть проявление того, что человек, действительно, если правильно подходит, то он может управлять очень многим. Вот то, что считается, что мы показали. Вы знаете, сколько вы добивались в китайских шаолинь? Лет 20-25, если бы добились бы, да? Да. А видите, а нужно это делать? Как сказали, пятки целовать учителю. Нет. Потому что дело не в этом. Дело просто умение управления потоками. И если человек умеет управлять и умеет потоки удерживать, так видите, я тоже хлопал весьма хорошо, сам вспотел. Вот. Обычно другие крепкие ребята моего просто толчка такого отлетали в сторону. У меня кулак, слава богу. Вот. Ну что, как-то цветочники поживают? Да-да, вопрос. Смотрел вы вот эти легкие все, да? Вы мне как цвет включили, и четкость включили. У меня со временем вот эта четкость уходит. Можно как-то закрепить? Закрепить. То есть видеть вижу, а вот четкость уходит. А это нужно настраивать слово. Вот как вы настраиваете сейчас. Нужно входить в состояние и удержаться в состоянии. Это очень важно. Важно не только войти в состояние, важно удержаться в нем столько, сколько нужно. Вы сейчас вот хорошо продемонстрировали. Вы находились в состоянии, столько нужно было. А потом взяли и выключили. Правильно? Также это в другом состоянии тоже. Вот вы настроились на что-то, допустим, в видении. Вы тоже должны настроиться и удерживаться в этом состоянии. Это может не сразу получиться, потому что это несколько другой уровень и сложнее. Но если это тренировка, то добиться можно. Так, ну, я думаю, что после того, что показывать вчерашние штучки, показывать не стоит, наверное, да? Вы уже их видели, потому что новых людей сегодня почти нет. Можешь задать вопрос? Тоже, вот, с видимостью. С видением? Ну, давайте еще раз попробуем посадить цветок после, как говорится, ухожжения в состоянии скалы. Это появилось? Видите цветок? Нет. Нет, не вижу. Пока не видите. Ну, ничего, постойте, процесс будет идти. Просто, опять-таки, здесь это индивидуальный процесс. Он идет у каждого человека по-своему. Вы фантазии рисуете что-то, а вот видимости у меня нет. У меня вот фантазия как-то... Вы уверены, что фантазии? Вот как раз я не могу соотнести... А вы забудьте, вот не нужно включать анализ, а вдруг это увидел, а вдруг это показалось. Когда черти, кажется, крестятся, да, говорят? А здесь нет, фантазии не может быть. Вы или видите, или не видите, понимаете? Ну, ничего, это просто-просто пойдет. Теперь давайте... Те, кого цветки распустились, есть такие у нас? Хорошо. Кто? Вы, да? Вы, хорошо. Еще, подождите, да. Настрой должен быть. Поэтому получается, оно как бы просто сильно прозрачное. А вы просто переключитесь. Ясно. Опять-таки, вот настройтесь. Цветок видите, да? Сейчас. Ну да. Вот вы настроены на обычное свое восприятие, так? Так. Вы видите сейчас зал, так? А тебе представьте, что зала нет вообще. Угу. И настройтесь на цветок. Все понял. Видите, да? Да. Хорошо видите? Не очень, но... А, еще? Настраиваюсь. Переключаться. Нужно переключаться, научиться. Точнее, выключать сознание и... Переключать на другой уровень просто. Вот так будет проще немножко. Что? Да нет. Ничего, потом вырнем зал на место. Пока нет, только. Ну ничего, или присядьте, или продолжайте здесь это. Вот. Ну пока или здесь, или просто как удобно, как желательно будет. Потому что процесс все равно идет. Тоже нет, да? Ну, просто пока, или можете наблюдать, потому что процесс идет, в любом случае. То есть, может, домой придете, а что там появилось, да? Надо стараться увидеть. Да. Так. Опять настройтесь. Да, вот сейчас настраиваюсь. Конечно, здесь много угрожающих моментов, но тем не менее... Пять микрофон, чтобы... Просто переключитесь со знанием. Привычное восприятие, это же не физическая форма в привычном, понимаете? Сейчас, видите? Как сейчас? Ну, я сейчас ауру вижу. Отбросите ауру, это не то, что... Отбросите представление, это совсем не то, что нужно. Просто поставьтесь пока. Ну, настраивайтесь пока, хорошо? Вот, сейчас пару вопросов ответим, пока больше там созреет цветочков, распустится. Букет сразу. Что-что? А потоки, это потоки первичной материи. То, что темная материя, которую называют физики, 90%, которую наш глаз, в принципе, не видит в обычном состоянии. Вот эти потоки, они всегда нас окружают, пронизывают. Если человек научится в эти потоки входить и управлять ими, то он становится, в принципе, творцом, хотя бы сначала ни в чем-то. Ну, как видите, в моментах состояния скалы и вхождения, видите, да? Это самые начальные пробные шаги такие. А если развивать это качество, то можно очень много чего достичь. Хотя это нужно, нельзя на этом зацепиться, потому что задача не занимать, чтобы тебя били. А задача в том, чтобы тебя не били. Самое главное. Как почувствовать? Что? Почувствовать. Как почувствовать? Ну, это, по крайней мере, тренировка, которую я говорил, насчет шариков в коняне. Это позволяет в этом плане движется, да, развиваться. Так, следующий. Как изготовить псих-генератор? Очень просто. Берем его и создаем. Вот. На руке я создал. Ну, и кто может создать его? Кто видит? Кто видит? Кто-то видит со сцены? Во. Не совсем коробочка. Да. Не, а зачем большой? Он еще... А вот сейчас я активизирую его. Я видел. Такой объект, он небольшой, такой полукруглый и, ну, полуквадратный, конечно. Правильно, да. Вот. Это активизирует и так далее. Сложно создать? Нет. Да. Но для того, чтобы его создать, нужно знать, как его создавать. Правильно? А это маленькая малость, без которой, к сожалению, создать не получится. Потому что, к сожалению, пишут, пришлите чертежи генератора. Ну, я прислал, вот, пожалуйста. Поможет вам? Помогло кому-нибудь? Даже вот кто видел, вы поняли, как я сделал его? Нет, нет, нет. Принцип, как он работает, как... Ну, правильно, потоки видны. Вот, понимаете, то есть, иногда удивляйся. Я специально в своих статьях... Я говорю, извините, потоки, я говорю, видны. Правильно. То есть, как он работает, как они распределяются. Нет, это результат уже виден. Ну, да, то есть, после того, как вы включили, это очень прекрасно все видно. Правильно. Но что и как идет? Почему идет? Ну, это, наверное, другой вопрос. Правильно. Вот. Поэтому, самое интересное, что пишут, неоднократно пишут, пришлите чертежи типа генератора и так далее, и так далее. Но в своих статьях, которые касаются источник жизни, я неоднократно писал, что этот генератор не имеет физической формы вообще. То есть, вот они стаканы, не бутылочка и так далее, он вообще не имеет формы. Я специально сделал так, чтобы показать, можно создать что-то, что реально влияет на физический мир, весьма реально, без какой-либо физической формы привычной для человека. То есть, полость создана из темных материй, так называемых, из вот тех других 90% материи, которые существуют в Вселенной, которые никто щупать не может. А кажется, если пощупать правильно, знать, как и что щупать, то получается весьма неплохо. Вот, поэтому здесь задача в том, что для того, чтобы изготовить пока, к сожалению, кроме меня, эти генераторы, к сожалению, не построить никто. Потому что, не потому что это я монополию заимел и не хочу делиться. Во-первых, потому что для того, чтобы создать, нужно иметь определенное качество, наработанное, это первое. Понимать, что нужно с этим генератором делать, что должно происходить с растениями, к примеру, или с другими живыми организмами. Как управлять процессами? Прекрасно понимать механизмы, все процессы, происходящие в организмах живых, включая даже микроорганизмы, для того, чтобы всех не управлять и добиваться того эффекта, который нужен. А эффект, видите, скоро следующую главу статью выложена, источник, будет, думаю, любопытно. Оно покажет, что весьма реальный эффект, то есть, к примеру, плодоношение, допустим, происходит круглый год. Прочти всех культур. В течение, при 20-ти градусных морозах зреет клубника сантиметров 7-8 длиной и такого диаметра, 4-5 сантиметров. При морозе, под снегом, раскапываясь снег, свежая клубника, зеленый листик и так далее. Просто, опять-таки, законы природы нужно понимать, их не нужно природу завоевывать, нужно природу понимать. Почему, допустим, плоды созревают даже зимой? И солнца мало, а клубника, потом фотографию увидите, поймете, что это созревает с разреза показанной, специально фотографировались. Где прекрасно, что полностью созревшая клубника как раз созревает как в мае, в июне высажена на почве. То есть, зрелая полностью структура плода полностью, идеально созревший плод. То есть, понимаете, минусовой температурой есть? Есть. Естественно, при минусовых температурах, естественно, циркуляция происходит медленно. Нравится нам, не нравится, да? И естественно, что раньше была проблема, когда добился, чтобы древесный сок не замерзал при 20-25 градусах морозов. Но процессы шли все равно медленно. Как обойти их хитростью применить? Ну, если нельзя, здесь по-гурке, законы нельзя нарушать, законы можно обходить, да? Как в этом случае я обошел закон природы? А очень просто. Я создал так, чтобы генератор влиял на древесный сок растений, который попадает в поле влияния. Чем меньше температура, тем выше текучесть. Понимаете, что такое текучесть, да? То есть, более высокая текучесть, уже не важно, что минус, текучесть компенсирует минусовую температуру. Движется сок с такой же скоростью, как при 20-30 градусах цельсия плюсовых. С такой же скоростью движется при минус 20, выше 25, пока минус не было, поэтому не могу сказать. Я говорю только то, что есть. До 25 градусов это происходило при определении полном, когда все заледенело было и так далее, так все это происходило. Продолжает двигаться, так уже скорость, как и летом, и плоды созревают, крупные и так далее, не только клубники и так далее, и так далее. Понимаете, вот пример, то, что когда понимаешь закон природы, его можно действительно обойти. То, что природа не могла создать, потому что для того, чтобы создать такое, нужно понимать, что минусы замерзают жидкости и гибнет растение при этом. Не было возможности тренироваться, потому что любое растение, которое, допустим, тропическое, которое существовало в тропических зонах, попадая, допустим, в холодные климатические зоны, погибало, потому что временной адаптации не было. Это уже тысячелетия, десятки тысячелетия. В результате чего природа не смогла создать того, что, допустим, растения могли цвести и плодоносить круглый год. К тому же самое интересное, вечно зеленые растения, красные, более эффективно, потому что голосеменные, они привыкли в нее, листвичные растения, они сбрасывают листья. Ну, тоже природа заложила, они не сбрасывают, хотя тоже плодоносить много раз, но именно вечно зеленые, красные, более интересное проявление показывают, потому что у них идет постоянно круглый год идет обновление листьев, и плоды идут круглый год почти каждый месяц. допустим вот примеру обезьянье дерево или аукария руками в природе вы совсем условиях начинает плодоносить до где-то 60 метров высотой то есть 75 100 лет после курица возраста начали плодоноси у нас после высадки самым старая была 10 11 лет растение а другие бы 34 годика так вот 34 годика стали плодоносить быстрее чем одиннадцатилетние и теперь продоносит каждый месяц новые плоды приносит то есть круглый год чем 12 месяц и так далее но это тоже будет показано ну вот пока немножко болтал давайте те кто у нас созрел светочники просьба тех кого цветы созрели пас выйти кто готов кто есть созревшие сегодня так ну давайте проверим не нет цветки можно пускать уже созрелец туда раскрылся до полностью до василек до васиха р можно пустить руки каждый просто выходить кто у кого цветки прилип создание а сейчас нету да хорошо у вас все это проект когда у кого еще открылся проходите пожалуйста пион и пахнет пахнет это же хорошо все еще кто из созревшие но сегодня больше женщин созрели цветками да у меня роза роза хорошо вот давайте проверим немножко настройтесь каждый из вас нет уже цветки не нужно смотреть цветок это просто символ того чтобы процесс завершил чтобы не ходить мне кажется вот это прошло я же человек ленивый запустил процесс а сам пошло отдыхать видите а вы работаете вот настройтесь допустим на видите свой мозг до 2 плушария так сосуды настройки отдельно нет пока извилины серые такие так просто задачи задачи допустим вас прозрачен только кровеносные сосуды видите задачу ставьте у себя сейчас появились есть да есть тогда это же самое допустим на руку смотрите свою прозрачен остановится или нет задачи задачи хочу чтобы рука была прозрачен только сразу все делать да есть есть видите что видите кости 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 всякие вот как вы видите на регида ли по-другому нет я явно вижу вокруг них еще мясо но представьте что мясо исчезло коще бессмертно поиграть ой неприятно да шкелета а мы же есть скелет все равно украдись нет мясо так и есть никак мясо оно есть я вижу кости и мясо вижу на отдельные кости сами по себе мясо ну как а нет вы можете задать задачу я хочу не только кости а все снова исчезнет не хотят мясо уходить прилипло мясо не хочет слазить с костей вот на одном пальце на среднем на среднем мясо слезло это же хорошо вот на этом а у вас со всего слезло да пор до сих пор рука нормальная а дальше а может продлить косточки косточки до ладони рука нормальная дальше кости а дальше кость а сейчас до плеча кость ну и как косточки ваших порядке все хорошенькие что белорозовый белорозовый да а задача вот здесь синеватый а что там такое а что там такое правило вы хотите посмотреть внутри сустав как будет уже не видели никогда пористая кость плотные поры так можете увеличить немножко косточки знаете так чтобы так сахарная косточка наше жидкость вот это и главное чтобы хрящики молочные да хрящики жидкость гладкий хорошо но можете к себе вообще косточки создать нас как себя ведь посмотрите на себя как вы все видите походите походите как чувствуется чем-то изменилось иду обуви нет иду костями косточки так и так да а у меня косточка у вас крупнее чем надо же а в уверен что крупнее как сильно крупнее или как надо же действительно крупнее скелетом удобно побыть скелетом нравится быть ощущение вас узнаете не садитесь на диету непривычно но сейчас вернем вас обратно как спасибо пожалуйста а мужская ставить я теперь могу сама уже его увидеть это хорошо так то еще кого-то зрело но я не видели нет нет пока еще не совсем еще вошли так вы как танчики вот потом когда я захотела вот стать вот такую спиральку розовую и у меня голова закружилась а это поток ложка большой пошел есть я его как бы создала и он начал конечно не спешите то можно вырубить себя кто еще как вас все нормально видели что-то да у меня процессов пошел быстрее и сменилась в общем-то три поколения цветков отлично продвинутый товарищ аж на три поколения продвинулся так амос вы можете видеть кого мозг могу попробуйте настройтесь ну да отлично не зря три поколения пришло а тоже скелетиками хотите походить попробуйте настройтесь такое несколько деревянное ощущение ну как вы видите себя кости а что видим к ней шли просто что ну как кости которые как-то с собой сочленяются но при этом ну как фильмы хуже скелеты ходят да примерно так хорошо кто еще созрел водя на лили но цветок закончил теперь настройтесь желтый хорошо мозг видите но сегодня тест на скелеты что-то пошли на скелеты сегодня ужасе и зону мозжечка что-то зону мозжечка и жена мужичка ведь и так нарушение баланса как сейчас сейчас потоки какие-то пошли какие-то голубые голубые ну хорошо для женщин голубые потоки нормальные если бы розовый можно было сомневаться голубые то хорошо я шучу конечно но так сейчас так хорошо а теперь белые какие-то вихре выручок больше не беспокоит не является настройте свой скелет видеть да хорошо как видите скелеты один скелет или чем-то еще косточки разделяется посмотрите на руку как видите на просвет посмотрите вот возьмите руку свою он на свет посмотрите как вижу по отдельности свои кости хорошо суставы это хорошо и гибкие прозрачные хрящи вот есть небольшая зажатость я где-то не вижу запястье запястье сейчас есть отлично прочистите да да не посмотри свои больные суставы у меня коленки правильно не ремонтируется сейчас можно сделать это сейчас так они работают уже почему эти болят у вас процесса пошел поэтому их реагирует а теперь чтобы опять несколько вопросов по которым человек и потом и с прозревшим немножко поиграем все интересные штучки скелета это интересно но не столь так здесь другого плана вопроса кто-то в умные вопросы задается мудро но вопросы еще вы рассказывали клубника клубники под снегом но земля замерзла как клубника берет из такой земле питание корнями как ну тебя вопрос правильный правильный ответ и сейчас читал статина читал стать или внимательно несколько лет назад я создал программу для генератора которая создает синтезирует воду самих растениях все понятно вот и все . одному добылась другой проблема решена никаких проблем нет то есть действительно когда 20 раз у мороза и земля не земля а известняк чистый принципе то когда вода попадает и замерзает то прощается сплошной лед как камень естественно клубники корни глубокие 20-30 метров до воды где не замерзла не достанет в принципе сказать ничего не может быть она есть почему то что растение сами синтезирует воду себе и поэтому плоды созревают и зимой 20 морозов и летом так что все чудес не бывают или чудеса объясниму сюда если понимать что и как но здесь спрашивают книги светлана откровения если не ошибаюсь есть эпизоде мария магдарина обучает своих учеников при помощи голограмм видимых физическом мире возможности сейчас показать это такое явление вот сейчас мы пока как скелет проверяли да ведь видели только те ученики которые подготовлены были голограмма не были физикой голограмма не видит физическую форму понимаете для того чтобы была голограмма того фирменной форме нужно физка мире создать соответствующие условия чтобы она проявилась в виде физической манифестации а вот например то что человек может видеть цветок который развивается на другом уровне показать можно вселенную все что угодно когда человек уже вышел этот уровень но вот теперь когда несколько человек прозреть когда они могут видеть другие уровни по крайне с чего другие дозревает попробую сегодня немножко показать другие вещи которые к сожалению для сидящих в зале мало что покажут что вы сами это не увидите потому что это будет просить на других уровнях но тем не менее может быть любопытно брать со стороны ну кто раз созрел несколько человек созрели которые видят и косточки свои скелеты пожалуйста просто выйдите так так то еще раз скелеты видели прошу порадить выдели да еще кто девушка еще до или вы не хотите выходить вот но пока и три человека у нас пока что сегодня есть даже довольно хорошо работает ну вот как вас зовут аркадий как его зовут или на вас как паре и вот давайте посмотрим пока не выйти вперед пожалуйста так как бы стать проблема что куда не появились везде люди ведь кому-то поверешь спиной все равно к сожалению аркадий просто стать и здесь к лицом вашим да он который видит да но полуоборота да не лучше станет лучше стать и вот так вот так вот так так ирина сколько выйти аркадий всего час сколько их один 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 совсем один сейчас начал разговаривать оси кока опять один а сейчас сколько тело одно головы две головы ну голова немножко раздваивается еще он еще не разделился это почкование называется раздел попроще 10 почкование раз 10 аркадий видите а сколько видите так 2 дальше почкуемся сколько кольки сейчас 2 сейчас распачкуем сейчас сколько 4 сейчас сколько 8 кажется или 7 или много сикока почитайте 1 2 3 сколько вроде бы 11 11 11 переборщи ну ладно бог 11 10 11 какая разница от 11 плюс минус плюс минус человек да 1 а сейчас сколько восемь 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 ну пускай будет восемь а теперь вы знаете где он настоящий а уверены точно уверены а мы сейчас помешаем себя будет ходить сейчас вокруг и опять линию стану сколько сейчас восемь восемь по-прежнему да девять девять еще добавился пока ходил хорошо а где из них настоящий а уверены а пойти пощупайте каждого из них и определите где настоящий попробуйте не попробуйте пощупайте где настоящий а вы уверены попробуйте подойдите по пощупайте настоящий а другие попробуйте дальше не подходите подходите подойдите каждому не счастяйтесь нет не настоящий нет не настоящий а не знаю вы считаете я же не наблюдаю сколько проходите настоящий по-моему здесь больше уверен посмотрите а по поверьте проверить и проверить поверьте а вдруг его обманулись а вдруг вас обманул нет не настоящий а попробуйте хорошенько по хлопайте по плечу как не хлопается плечом нет так а теперь закройте глаза мы попросим и по опять переходить помять сам местами чтобы настоящий переместился себя походит по кругу а теперь откройте глаза и где настоящий вот опять вернулся даже а уверен а можно пощупать а вы опять проверяете доверяйте на проверяйте пощупайте по плечу похлопоти каждого стал откройте начинайте нет 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 тут плотнее чуть 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 или основательно плотнее мы плотнее но не настоящий вот вот да а вы уверены попробуйте плотный уверен что плотный а теперь другое а не только кто настроен будет так увидит а тех точно не готов это же другого уровня восприятие а теперь немножко вам тут гаечка подкрутим вот так повторим фокус сколько наших аркадьев шесть 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 пусть будет шесть и где из них настоящий знаю что этот нет вы проверяйте знать это не значит уверен что настоящий да точно а попробуйте других плотные стали так ищите настоящего шесть же стоит они плотные теперь но не настоящий а почему думаете что не настоящий но они по другому они какие то такие полупрозрачные уверен что они полупрозрачные посмотрите хорошенько ну найдете того кто непрозрачный они все равно прозрачнее чем настоящий вот хитро настоящий какой ну и что у одного ноги плотные очень а он просто разделился ноги ноги как настоящий выглядит ну я просто разделил его настоящего половина остlagen та ático и другую там ноги там верхонок вниз в другом месте хорошо как дело стоящего двух местах настояще нет этот не настоящее просто он до пояса плотный стал ноги стали плотные они непрозрачны или прозрачны почти не прозрачны Нет, почти не пишется. Вот непрозрачный, непрозрачный. Ну, практически непрозрачный. Ну, практически, значит, непрозрачный, я так понимаю. Да, да, да. Ну вот, а почему? Вас удивляет, что он на две части. Одна половина пошла вправо, другая влево. Это же удобно так. Что? Что надо сейчас делать? Что надо делать? Я что-то... А я не знаю, пустая останется, половина гуляет, верхняя в одном месте гуляет, другая, нижняя в другом месте. Как вы думаете, лучше будет? Ну, лучше настоящая. Ну, почему? Там же половина находится там. Нет, он целый. Просто нижняя часть у него плотная, а верхняя полупрозрачная. А верхняя, ну, сделаем, чтобы верхняя была непрозрачная, а плотная. Как сейчас? Угу, уплотнился. Так, где же теперь он настоящий? Вот. Да я точно знаю. Вы точно знаете, да? Да. А почему вы знаете? Потому что я помню, что он стоял тут. А, потому что он не стоит. Хорошо, закройте глаза. А теперь откройте глаза. Те же самые восемь. И где тебе настоящий? Настоящий вот тут. Точно. Уверены в этом? Да. А почему определили? Он более плотный, он живой. А, а те не живые. А те какие? Чего ты возьми? Она же не догадалась. Нужно было живыми сделать. Мужчинка не живой. Но сейчас сделаем всех живыми. Вот сейчас все живые будут. Они стали двигаться, но они все равно не живые. А почему? Ну, двигаются. Разве живые не двигаются? Нет, он все равно более живые. От него другая энергия. От них они как будто пустые, а он наполненный. А, ну, забыл наполнить. Давайте наполним. А чем наполнить? Ну, в них другая. Ну, в них жизнь. Ну, опишите, чтобы я знал, чем наполнять. В них жизнь другая. А, другая жизнь. Сейчас наполнить той жизнью. Смотрите, раз, и заполняем. Какая-то с бутылочкой. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. У каждого. Да, больше страны. Жизни в них. Но они не настоящие. Уже и живые все равно не настоящие, да? Нет, не настоящие. А где? У них глаза не настоящие. Ай-яй-яй, прокол. Глаза. А как сейчас глазами обстоит дело? Лучше. Лучше. Вот чуть-чуть, чуть-чуть, и вообще все будет в живом. Чего не хватает, по-вашему? Ну, вот у них даже румянец появился. О, а разве у румянецей неживых не бывает? Ну, они почти уже. Ну, нет, извините, это вы уже придирчивой стали. И румянец, и глаза блестят. Может, еще танец спустится, они могут потанцевать, то что? Да в чем же дело? Ну, толкайте, не толкайте, они никуда не денутся. Они толкаются даже чуть-чуть. Ну, правильно. Ну, кому нравится, когда вот толкают? Они даже вот такое движение делают, как будто я живого толкаю. Так где же настоящий сейчас, Аркадий? Настоящий все равно здесь. Ну, капризная женщина. Ну, что же не устраивает сейчас в остальных? Уже и румянец, и глаза блестят. Может, не так блестят глазки? Николай Викторович, слушай, я настоящего мужчину не почувствую, что ли. О, 10 баллов. Вы уверены, что здесь настоящий мужчина, да? Вот этот настоящий мужчина. Вот здесь появился, но этот не исчез. А что с этим стало? Вы его как будто прикрыли чем-то. А чем прикрыл? Ну, я не знаю, чем. А где тебе настоящий? Вот этот. Ну, капризная женщина. Хотя этот тоже, почти. Два одинаковых мужчинки, а посередине прозрачный. А где настоящий из двух? Настоящий этот. Я просто знаю, что он справа. Знаете, что право? Закройте глазки. Откройте глазки. И что? Вы их перестали на местах. Так где сейчас настоящий? Настоящий. О, слава Богу. Уже. Опять. Я только был успокоился. О, как это тоже женщина попалась. И чем же они отличаются? Ну, этот ненастоящий. Ну, почему он ненастоящий? Чего нет такого? Нет чего-то другого есть. Ну, как объяснить? Этот как будто бы кукла. А этот живой. Ну, это живая кукла. А, я забыл в душе. Сейчас сделаем. Да, у этого есть душа, а у там нет. Ну, сейчас сделаем. Серебряная нить появилась. Теперь закройте глазки. Теперь откройте. Ну, и где? Вот, настоящий. Ну, а сейчас чего вам не хватает? Мне все нравится. Но вы просите найти настоящего, я вам... Мне, я понимаю, а что блядь литин не устраивает? Чем у него настоящего больше? В нем все время внутри что-то происходит. Вот там кишки работают, сердце бьется. Мозги что-то там шевелятся. Работает. А у него все там шевелится. Понятно. Тогда было сразу говорить. А эти просто как кустышки. Тогда было сразу сказать, что там кишки шевелятся, мозги шевелятся, все остальное. А то мне говорите, там, то, сё, пятое. Закройте глазки. Я уже запутала. Вот так. Сейчас у всех кишки шевелятся? Или не у всех? Бурлят просто. Ну, где он настоящий? Найдите. И мозги шевелятся у всех. И кишки шевелятся. И сердце бьется. Так где? Вот, настоящий. Так, опять 25. Чего сейчас вас не устраивает? Уже и шевелятся кишки, и мозги шевелятся. Чего еще не хватает? Только то, что вы просите все время найти настоящего. А я нахожу. Нет, конечно, хорошо, но чем они отличаются? От них другие ощущения. А можете писать их? В них нет жизни. Они искусственно созданные. Их никто не рождал. А его рожали. Сейчас придется исправить этот момент. Сейчас придется пройти. Вот, вот смотрите. Все, которые ненастоящие, будут с самого начала. Вот родились маленькие мальчики, маленькие такие вот. Сейчас будут расти на ваших глазах. Ускоренно. Пошли расти. Вижу рожающих женщин. Ну, можно исправить? Мы пытаемся исправить. У них растаются мальчики у всех. Мальчики растут быстро. И до сегодняшнего дня, все быстро там, сколько там, прожди быстренько. Всех назвали Аркадиями. И все на одно лицо, правильно? И что, чем вам не мешают теперь? Дети настоящие. Они выросли, они... Они выросли, они все вроде бы настоящие. Нет, они не настоящие. Почему? Ну, непонятно. Мамы их родили. Они просто... Мы их вырастили, как в инкубаторе. А он прожил жизнь. У него есть опыт жизненный. Ну, какая привередливая женщина? У определенные жизненные уроки он проходил. Они просто выросли в инкубаторе. Они искусственные. Недоработка. Сейчас будем опытно дорабатывать. Поехали. Ну и как? Доработали опыт? Все опытные стали? Да. А что, сейчас не так? Значит, он эмоционально реагирует, а они просто нейтральны. Так. Эмоций не хватает. Сейчас добавим. А сейчас? А сейчас? Сейчас они... Они подобны живому. Но у них искры божьи нет. А, пожалуйста, пишите, что такое искра божья? Ну, видно, что их вы создали, а его там где-то... Вы уверены, что там создали? В высших планах. То есть у него сущность есть, а у них нет. А, ниточку сделали, а сущность не сделает, да? Что? Ниточку серебряную прицепил, а сущность забыл ввести, да? Кем потяжу? Сейчас поправим. Сейчас есть сущности. Пожалуйста. Закройте глаза на секундочку. Закройте глаза. Успокойтесь, все нормально. Я спокойна. Теперь сущность везде есть. Вашу руку держу, чтобы вам удобно. Теперь сущность везде есть или не везде? Да, везде. Ну, а сейчас чего не хватает? Где он, настоящий или не настоящий? Можете определить. Вроде... Такое определили, что женщина никогда не видела. И это, и это, и это нужно. Да вы сразу скажите, что вам нужно? Какой ответ? Я вам такой... Нет. Мне нужно, где настоящий он. Сейчас. Вот передо мной стоит. А сейчас чего не хватает? Сейчас сущность есть? Везде есть? Есть, но просто чувствуется, что вы их сейчас создали искусственно. А его вы не создавали. А вы уверены, что его не создавал? А сейчас посмотрите. Вы... А теперь закройте глаза еще на секундочку. Вы как бы присоединяйтесь к моменту его появления, но... Так, закройте глаза немножечко. Теперь откройте. И где теперь он, настоящий? Вы как-то так сделали, что теперь они все стали очень похожи. О, наконец-таки! Ну, а где теперь он настоящий? Настоящий? Вот этот. Опять 25. А что сейчас не устраивает? Не устраивает. Не, ну, имеется в виду, что в тех не устраивает? Чем они плохие? Мужчинки вроде хоть куда. Да, они-то хорошие. Вы же просите настоящего найти. Ну, я понимаю, вы правильно находите. Но вопрос, чем же они отличаются? Вас устроит ответ чем-то неуловимым. Странный ответ. Будем искать неуловимое. Хорошо, сейчас мы Аркадия пошли на все четыре стороны. Он смотрится на все четыре стороны. Потом вернется какой-то. Вот смотрите, раз. Аркадия на все четыре стороны? Да, ну, четыре стороны на время. Раз и пошел. И куда он ходит? И потом, когда вернется, никто не знает. Ну, так крестом как будто. И потом уйдет, а потом куда-то придет когда-то. Ну, где сейчас настоящий? Настоящий ушел на четыре стороны сразу. Не на одну сторону, а четыре. Нет, он не ушел. Просто от него в четыре стороны пошли такие. Люди пошли в четыре стороны, да? Как будто бы, да. А в самом центре остался. Закройте глаза, пожалуйста, на секундочку. Ну вот. А теперь, где он, откройте глаза? Переместился вправо. А сейчас что, как вы определили настоящего? Вот он, когда идет от него, какой-то такой след. Как будто бы видно, откуда он шел. Как будто бы видно, куда он шел. Ну, хитро, хитрить сложно. А посмотри сейчас, вот четыре стороны пошли, разве у них след не остался? Что? А когда он пошел на четыре стороны, разве в четыре стороны разные, если это не остался? Остался, но он был в центре. Так они же еще не вернулись. Как вы определили, по кому он пошел настоящий? Он никуда не пошел. Четыре проекции пошли, а он остался. Хорошо. Ладно, можно, конечно, дальше продолжать. Но, в принципе, не буду вас особо мучить. Я немножко устал. Что? Немножко устал. Устали, конечно, нагрузка большая. Просто, видите, знаешь, какая женщина приветливая. То и то, не то, то там души нема, то серебряная лития нема, то там эмоции не исходят, то там кишки не работают. А по какому принципу отбирали? Чтобы все было в порядке, да? Ну, почувствую, просто чувствую. Хорошо, ну, отлично. Отдохните немножко. Просто, когда человек ходит, смещается в другом состоянии, это действительно огромная нагрузка. И не каждый человек эту нагрузку может нормально выдержать, и нужно отдохнуть. Как вы, Аркадий, с вами? Хорошо? Ну, теперь, может, вы посмотрите кого-то, кто... А хотите попробовать, кто настоящий, кто настоящий? Скорее определите? Уверены? Ну, надо попробовать. Хотите? Тогда поймите, кто будет? А, вы будете. Хорошо. Ну вот, станьте, пожалуйста, тоже сюда. А вы сюда станьте. Так. Сколько вы видите? Одну. Одну? Ну, сейчас пойдем. А сейчас? Ну, сейчас пять, но эти остальные очень эфемерные. Ну, уплотняем, 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 и в душ усиляем, и кишки шевелятся, и эмоции, и кровь циркулирует, и серебряные нити, даже по две, чтобы всех было запасная, вдруг оборвется. Знаете, когда с парашютом прыгать, все равно запасной парашют иметь, вдруг один не раскроется, второй откроется. Я специально всех поставил по две запасные серебряные нити. Ну, и как сейчас? Ну, туловище более плотное, а голова и ноги у этих двойников размытые. Ну, сейчас доработаем, и мозги уплотнятся. А я хоть на 90% из воды, но все равно сделаем. Или тоже, что проделись с самого начала, тоже хотите, да? Нет, сейчас что-то другое пошло. Сейчас у этих двойников действительно это ощущение жизни нет вообще. Жизни нет, да? Хорошо. А теперь ведем жизнь. Сейчас жизнь будет ключом бить. Ключами, точнее. Как сейчас, бьет жизнь? Ну, больше, но они все равно. Верхняя часть, там голова, шея расплываются. Ну, сейчас, ну, не доработка, что-то верхняя половина не работает. Сейчас доработаем с верхней половиной. Как сейчас? В ней свет, а в них темнота. Мужчины уже под другой подход. Видите? Не кишечки шевелятся, а там свет и темнота. Ну, тогда запомни светом, чтобы все осветились. Ну, что-то неестественное все равно остается. Закройте глаза некоторыми. А теперь откройте. Ну, как? Вот настоящая. И мужчинка капризный казался. Что такое? Все капризные, капризные. Чем отличается? Или вот это он просто отыгрывается? Я понял. Чем сейчас отличается? Ну, эти сейчас начинают пропадать, а оно очень явное. Ноги пропадают. Сейчас подпитаем ноги, сделаем, чтобы они были каменные, как вот настоящие у всех. Чтобы ничем, плотно. Что сейчас? Чего же сейчас не хватает? Все равно эфемерное отношение к живому человеку. Уплотняем. Еще уплотняем. Жизнь все равно отличается. Отличается. Долго не мучить. Не будем, это тоже капризный мужчинка попался. Или в отмеске и так далее. Ну, а вы, как вы что-то хотели посмотреть? Хотите что-то интересное посмотреть? А что бы хотели? И упали. Так, и что еще? Потом, у вас есть проблемы с правым плечом. Вот чего нет, того нет. Нет, не у вас. А, у него. А я уже думал, у меня. Есть? А может, вы ошибались, когда падали на плечо? Скорее падали. На спину вы падали. Лет в шесть вы падали. Да, подождите, подойте ближе. Ну вот, вы пока рассматривали его, что вы увидели? Пока он рассматривал, где-то у ваших двойников, чего не хватает. А чего у него не хватает? Когда вот с Ириной стояли, вы вышли ближе к ней в первый раз. Ну, приблизились к ней близко, то есть вы не разбегались в стороны. А я раздвоилась, вы правильно угадали, двойник. Ну, хорошо. Так, ну, давайте пока прервемся, немножко дадим отдохнуть вам еще и продолжим. Сколько у нас-то времени осталось? О, у нас немножко уже осталось времени. Спасибо. Значит, записок все поступает больше и больше. Что-что? Ну, вы лечите нас. А что, уже пора? Ах, да! Наверное, все присядьте, потому что уже осталось времени, хватит на полечение. И, ну, вот. Сегодня, после вчерашней прочистки, уже лучше дела идут, как видите, да? А завтра, думаю, у нас еще будет лучше и больше. Ну, это кое-что завтра сделал. Я сегодня хотел, но уже, к сожалению, я улегся двойниками, потому что у нас сегодня очень приветливо, потому что я говорю, что такого не жил, а то кишки не так работают, то там нитки не хватает, то там эмоций не хватает. Пришлось много дорабатывать. Но, в принципе, любопытно наблюдать, наверное, те, кто видел даже, да? Просто наблюдать процесс, потому что действительно человек, действительно правильно подготовленный, человек может определить. Но если человек никогда с этим не сталкивался, и ему бывает оно очень сложно, потом, может, я пробую, чтобы своих дублей создам, потому что мне проще своих дублей создавать, чем чьи-то другие изучать нужно каждого. Все это я знаю хорошо. Посмотрим, как завтра это поработает. Но, тем не менее, вот здесь немножко пока, вот такой, чтобы немножко раз веселить, потому что кто-то здесь стоит видеть, что там весело, а остальным не очень, да? Ну, вот немножко сегодня веселье было, потому что действительно любопытная вещь, потому что действительно человек может видеть другие уровни. вот каждый из дублей был создан совершенно из разных принципов, то есть разной материи, то есть ни одного одинакого не было, то есть фундаменты были у всех разные, принципиально разные. И, так сказать, и, в принципе, если довести до идеала, чтобы дубли были созданы дождественными, но в разных качествах, то, в принципе, отличить весьма и весьма сложно, потому что если настроить человека на определенный уровень, качественный, то тот уровень станет для него настоящим уровнем, а наш физический пристает быть. Но это просто немножко времени нужно поработать, чтобы довести человека для того, чтобы он работал на других уровнях адекватно полностью, то есть полностью включался, но это вполне возможно. Частично уже в некотором моменте наблюдали. Вот, понимаете, казалось бы, немножко для цирка такого сделано, но это не совсем цирк, это параллельно где-то работа с человеком, и человек меняется качественно, меняется его качественный уровень сознания, меняется уровень восприятия, нарабатывая новые органы чувств, которые от природы не было. И, естественно, уже этим чувством, органам чувств нужно потом учиться пользоваться. Поэтому в оставшееся время, которое у нас действительно осталось, я увлекся малостью, не так уж много. Сейчас, наверное, сделаю первую вещь, то сделаю, сниму блокировки, и там, кто по поводу абортов там просил и так далее, поработаю. Значит, ну, мужчина, думаю, работать не стоит, настраиваться на эту работу. Кто желает, конечно, можно попробовать, почувствовать, что это такое, но лучше, наверное, не стоит. То есть кому это нужно, значит, блокировки нам все нужно, а по поводу последствий абортов, я просто с женщинами, конечно, проработаю сейчас. А потом уже пройду общий сеанс работы, и потом некоторым еще подоблюдаю. Потому что вчера, видите, после работы у перегрузка, не одному человеку, по крайней мере, сегодня я дозу буду давать чуть больше, потому что каждый раз я изучаю аудиторию, чтобы не перегрузить, потому что я чересчур много дать, потом будет очень тяжело, много будет вырубленных. Вот сегодня, вчера был вот один человек, но это уже, учту, может, сегодня уже меньше будет вырубленных, а может, вообще никого не будет. Поэтому сейчас немножко сделаю, настройтесь, кто хочет избавиться от блокировок, и кто хочет избавиться, допустим, от последствий аборта для женщин. Ну, блокировки, которые получены были, допустим, в сектах, в культовых организациях, где кладировали людей, ставили программы разные. То есть, к сожалению, большинство организаций, существующие официально пропагандируют, они кодируют людей, блокируют их уровень развития, и так далее, и так далее, чтобы их потенциал использовать для своих целей, а не для того, чтобы они сами развивались. Вот такие блокировки я сниму, для тех, кто пожелает. Кто не желает? Телевизионные блокировки тоже снимем. Это не проблема, это как раз не самое просто снимать. Так что настройтесь, кто желает опять-таки. Готовы? Поехали. Ну вот. А теперь сейчас опять-таки просьба всем сесть, расслабиться максимально. Опять, то, кто желает, то не желает. Ничего с вами происходит против вашего желания не будет. И, пожалуйста, музыку, прошу, если можно. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 будет изменяться, тогда уже неважно, какой там кнопку будет нажимать, ничего не произойдет, человек останется тем, кем он останется. Наши предки, допустим, самым страшным для них было предательство, измена, не смерть, потому что они прекрасно знали, что если они погибнут, защищая свою родину, то они воплотятся вновь и будут продолжать, а если они предадут, то они превратятся, блокируют свое развитие и уже превратятся в рабов не только сегодняшнего дня, а навечно становятся в других воплощениях рабами. И поэтому, зная это, они не шли с радостью на смерть, никто не шел на радостью на смерть, но они не боялись смерти, потому что страшнее от смерти было предательство и измена. А сейчас? Да-да, и что? Конечно. Понимаете, к сожалению, самое, понимаете, не всегда кажется, что проще. Нажал кнопочку, человек начинает дергаться, как в маринетках. Как раз и проще, да? А зачем? Толк от этого. А вот самое важное, ему добиться, чтобы у человека было самосознание, чтобы он делал не потому, что он боится или кого-то испугался, а потому что это становится его сутью, его потребностью жить именно так. Понимаете, человек может быть свободным в тюрьме, если он свободным душой и может быть рабом, находясь на свободе. Понимаете? Все зависит именно от внутренней состояния человека, как он воспитывается, какой стержень он имеет. И поэтому такие методы, которые насильственного влияния нужно ставить. Я, например, применяю такую критическую ситуацию, когда нужно остановить войну, какие-то уничтожения, избиения, то есть массовые такие беспорядки, где могут быть жертвы, такие остановить можно. Там не спрашивается, нравится или не нравится, действие идет. А что касается, где связано с личной волей человека, желательно ему это объяснить. И вы знаете, вот сколько ему объяснял, большинство людей объяснял, только после объяснения у них желание и большинства пропадало и алкоголь употреблять, и курить, и так далее, и так далее. Когда это на сознании происходит, ну и плюс еще, естественно, некоторая помощь с моей стороны, потому что часто это еще идет и так далее. И вот тогда это происходит действительно польза для дела. И этот человек становится действительно свободным, не биороботом, который ходит и делает чужие другие приказы, но опять-таки приказы. Понимаете, когда человек будет действовать не потому, что кто-то ему приказал, а когда человек будет действовать, потому что у него потребность внутренняя, потребность говорит, что он должен должен сделать именно так. Это говорит ему совесть, это будет его честь, это говорит ему сердце, его разум. Когда так человек будет действовать, вот я к этому хочу добиться у людей, тогда будет польза. А в остальных случаях маринетки от них никому никогда полезны не будут. Потому что маринетка их всегда будет маринеткой. А нам нужно сделать, чтобы человек стал свободным. Следующий вопрос. Нет, не сюда. Понимаете, помощь может тем, кто хочет. А многие просто делают вид, что хотят. Понимаете, если человек захочет, силу воли хочу. Понимаете, все хотят, чтобы все было и без труда. А это действительно нужно немножко над собой работать. А иначе человек не называется человеком. Действительно, нужно в чем-то себя взять в руки, держать, может быть, нелегко. Но тогда человек может сказать скорбь, что он действительно человек. А не букашка, не таракашка. Вопрос такой. Создать у зрителей семи темных материй что-то, ну что-то, живую, розу живую. Но, опять-таки, я не занимаюсь цирком. Для чего это создавать? Во-первых, я не создавал, я не занимался такими вещами. И что, для того, чтобы вы увидели, что это роза, если, допустим, я создал розу, да? И что от этого легче стало вам? Лучше? Что вы прозрели, поняли все, да? Интересно. Интересно возможно. Но, понимаете, дело в том, что, так сказать, я не создавал, не собираюсь создавать то, что не нужно. Потому что зачем тратить на то, что абсурдно? Понимаете, есть необходимые действия, а есть абсурдные действия. Вот на абсурдное дело действия, это значит, понимаете, черные именно этими брали людей, к сожалению, что они им показывали то, что им нужно. Ну, допустим, Сай Баба, слышит такого, да? Создавал в свое время, когда был живой, создавал монетки. Допустим, бриллиант создавал. Знаете это, да? Ну и что? Ну, видели это люди. Ну, делают и что? Кому-то лучше стало, легче стало от этого. Мир стал лучше, чище? Нет. А если я че, что он для этого использовал, извините, мальчиков, чтобы собирать энергетику, чтобы творить такие чудеса. Знаете об этом, да? Ну, дети сидят, я не буду описывать детали все, если понимаете. После чего он был наказан и умер от рака прямой кишки. Понимаете почему, да? Потому что, вот понимаете, вот людей воспитывают специально, им нужно показать чудо. Вот есть хорошая притча, повторю, когда человек, это восточная притча, но в данном случае уместная. Человек пришел к Будде и говорит, Будда, вот покажи мне чудо. Вот если ты мне покажешь чудо, то я буду тебе самым преданным и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И Будда показал ему чудо рождения. После чего человек говорит, да, вот теперь я в тебя верю, все, теперь я готов идти за тобой. И Будда ему сказал, а ты мне теперь не нужен. Потому что, когда вот такие вещи, это, понимаете, проходилось мне демонстрировать и доказывать неоднократно. Телекинедист показывал и в Советском Союзе, и в Америке показывал, демонстрировал. И что? Ну и показал. И что-то изменилось. Приходило себя прикорежу, чтобы идиотские штучки не показывать, которые бессмысленные. И кроме как на толпу, некая показушность для толпы, когда, о-о-о, надо же, двинулось что-то само по себе. Ну и что? А это кому-то легче стало? У вас на столе добавился хлеб? Жизнь лучше стала? Нет. А вот создан тоже генератор, о котором мы говорили, да? Когда придет время, он будет установлен на территории России, не в одном месте, а в многих местах. Допустим, в одном месте уже стоит, крыльца, и урожай, допустим, по грибам, в 32 раза лучше, чем в самых лучших голландских теплицах, поворачивающих грибов. Где химию применяют, а здесь без какого-либо химии урожая в 32 раза выше. Это только начало. Вот этому есть польза от этого, правильно? Хотя этот генератор, опять-таки, никто не увидит, никто не пощупает, потому что он тоже установлен в нефтической форме. Так, где полезное чудо? Или розочку показать? Какого выберет? Кто выберет какое чудо? Длительность? Да хоть миллионы лет. Пока я его не уберу, или пока задача не выполнена, будет действовать, он будет работать. Что? Программа, я его создал, к примеру, и, допустим, пока он будет работать, пока я буду его там держать, или даже если у меня не будет, он все равно будет работать. И не только, допустим, растения там растут в 15-20 раз быстрее, и тому подобное, полоносит почти круглый год многие уже культуры. И генератор очищает воду, то есть вода становится чистейшей. А где это? Что? Где это? Нет, то, что наше владение во Франции, а здесь в Москве есть предприятие, где стоит то же самое, где вода тоже очищается и так далее. Многие что-то, создаются новые вещества, которые в воде не были и так далее. И плюс еще растет, и грибы нарастут на тех основах, допустим, те грибы, которые выращиваются, они растут, почти все грибы растут, допустим, которые выращиваются на какой-то основе. Чаще всего это вот шитаки, допустим, растут на древесине или опилках, или древесине. А постарно было значимое, может быть, что, допустим, на рисе, на сыре, на мясе грибы растим могут. Такого никогда не было в природе. Сейчас растут. И много еще другой раз делается. Понимаете, генератор не только делает, допустим, не только вода очищает, то, что было известняк, вот за несколько лет известняк превратился в плодородную землю. Три метра от деревьев. То есть создают ту землю, ту почву, которая оптимальна для тех растений, которые на ней растут. А изначально чистейший известняк. И много чего, можно сложить все, что угодно. И главное, что такое, этот украсть невозможно, скопировать невозможно. Почему? Не потому что мне жалко. Потому что паразиты не получат меня никогда ничего такого. Потому что хватит паразитам ездить на нас, говорит, о горбах. Долго ездили, воровали все у нас, а потом говорили, какие умные, а мы с вами дураки. Ну пускай в город мой генератор, по крайней мере. А генератор можно поставить на миллион квадратных километров, мне не важно, какой объем. Чем больше, тем проще. Для того, чтобы колхоз, понимаете, приходят такие письма и так далее. Но вы не понимаете, что пока существующая данная банковская система, вы знаете, сколько вам средств нужно, чтобы вы были независимы, в реальности независимы? Прикиньте. Огромнейшие средства. Вот когда эти средства будут, а надеюсь, они будут в ближайшее время, будут создаваться именно такие предприятия, где земля будет выкуплена, чтобы никто не мог потом прогнать с этой земли, где никаких банковских кредитов не будет, потому что банковские кредиты – рабство, как понимаете, да? И особенно построенный банковский кредит так, что получающий банковский кредит не в состоянии расплатиться с ним. То есть рабство скрытое. Особенно для тех, кто трудится на селе. Просто если люди это не понимают, то я экономику не так плохо разбираюсь, и все эти нюансы вижу. Понимаете почему? Потому что вот человек взял, допустим, вот, сорвались многие после этого в игре, да? Сорвались многие из городов, люди. Накупили себе, я сейчас закончу, уже несколько минут осталось, завершу мысль. Накупили себе усадьбы, родовые. А сами никогда в жизни и в селе не жили, не понимают, что это адский труд с утра до ночи. И нужно очень многое, что уметь и иметь. Для того, чтобы землю нужно спахать, нужно хотя бы минимум лошадь иметь, плугой. И это весьма непросто – ходить за плугом или косить. Кто из вас косил здесь сидящих? Ну, довольно-таки много. На даче, наверное, есть, да? Ну и как, сколько гектар косили? Пол гектара, да? Три гектара. Ну вот уже хорошо. Но кто косил, реально понимает, что по-настоящему косить – это очень тяжелый труд. Мне приходилось косить. И не два метра квадрата, и не сотку. Вы понимаете, хотя я не в деревне родился, просто приходилось бывать в деревне. Понимаете, человек сталкивается, нужно, во-первых, в каком развитии человек будет иметь, если он будет жить, вот как вот, выехал, купил дом, если он будет работать. Конечно, если на него нанять там 40-50 работающих, которые будут работать в полях и так далее, а человек будет, как говорится, команда давать и заниматься духовным развитием. Да, тогда возможно. А скажите, сколько таких появилось родовых имений? Не появилось. Ноль. И эти люди, большинство, оказались весьма в серьезном положении. Квартиры в Москве и в других городах попродали, купили где-то в глуши земельные участки, вложили все и вся. И теперь не знают, что делать. Потому что даже если продукцию произвести, ее не продашь. Почему? Потому что мафия паразитическая создала так, что себестоимость покупки покажется выше закупочной цены. Человек тратит больше, чем получает в продаже. А товары, если, извините, там помидоры, огурцы и так далее, их сегодня не продашь, завтра можно выбрасывать. То есть ставит людей в безвыходное положение. Или ты давай, что мы говорим, или выбрасывай. И человек должен отдавать. И получается в рабстве. Понимаете, вот когда люди безграмотные, экономические, это провокация с моей стороны была. Потому что можно заниматься своим родовымением, когда действительно десятки человек работают, им платят зарплаты за это. И тогда, конечно, можно. А если вы сами своим горбом начнете хотя бы 5-6 сотых гектар земли обработать, чтобы что-то выжать из него, это адский труд с утра до ночи. И ни до какого духовного развития. Деградация будет. Это просто специально были таким образом направленные люди, которые проснулись, их направили по ложному пути. Придумывал он Анастасию, которая никогда не существовала в природе. Вы знаете об этом, да? Он сам это был вынужден признать. И то, что он говорит, абсурд. Многие вещи абсурд. Типа дачники. Ничто не нужно делать. Езжайте на дачку, копайте в своем огороде. И вот растения все остальное решат. И войны не будет, голода не будет, грабить никого не будут, убивать никого не будут. Да? Что-то все время это люди делали, и грабили, и убивали, и все остальное. Крестьянцы, какое было сильное в советской революции? Колоссальное было все крестьянцы, которое только и делало, что на своих участках пахало, сажало все. Помогло им это. Вот посчитайте сколько. 20 миллионов голов сварили, и минимум 30 миллионов репрессированных было крестьян. Минимум. 50 миллионов крестьян было уничтожено. Еще же мне помогли миллионы сделанных гектаров земли, в которых они с утра до ночи работали. И люди, забывая об этом, начинают губить, а вот они на дачке своей посидели, и растения все спасут. Помните, да? Это там мешанина такая, безграмотная. Просто для людей, которые еще только открыли глаза, ничего не понимают, для них как откровение. А на самом деле, это бери-берда, которая провокация, которая заводит людей в тупик. Поэтому для того, чтобы правильно организовать хозяйство, сельхозхозяйство, необходимо продумать целую систему от начала производства товара, переработки про товара, поставки товара, распределение подарков и продажи. Вся система должна быть контролируема тем, кто производит. Если этого не будет, все будет пшик. Ну вот на сегодня у нас все, потому что время наше истекло, нас будут выгонять. Я всех благодарю. До завтра. Всего доброго. Спасибо.